Наверное, главный признак Института мышления заключается в том, что он поддерживает и воспроизводит определенное идеальное пространство. Это определенная антология или набор антологий. Собственно говоря, отсутствие пространства идеализации – это, наверное, самый надежный признак того, что и мышления нет, и институт мышления нет. Второе. Институт мышления воспроизводит спозобы оперирования в этом пространстве. И он воспроизводит возможность выходить в это пространство от империи и возможность возвращаться обратно. То есть процедуры, формы, способы перехода. Это вроде бы то, что касается мышления, то, что позволяет считать эту социокультурную организованность институтом именно мышления. Ну а дальше то, что я уже сказала, что поскольку он институт, он должен поддерживать и воспроизводить существование определенного сообщества. Здесь можно вспомнить, например, такой классический институт, как институт профессии, там, институт free profession. Довольно специфические сообщества всегда связаны с определенной, транслируемой в этом институте деятельностью. Институт поддерживает и воспроизводит мыслителя, делает его опознаваемым для окружающих людей. Ну, так же, как забыла сказать по предыдущему пункту, он и сообщество легитимизирует и делает опознаваемым для других сообществ. Ну, то есть, великий математик может вести себя очень странно. В этом смысле он защищает институт математики. Такой один из древнейших институтов мышления. И, наконец, важной особенностью института является то, что институт всегда определен относительно некоторого институционального порядка. То есть, если институт существует, то он задает социально понятное, опознаваемое место. С одной стороны, для идеи и ценностей, которые этот институт поддерживает. Но если мы говорим об институте мышления, то это, в первую очередь, будет ценность вот этой жизни в идеальном пространстве. Ну, выхода в идеальное пространство. Ну, например, ценность стремления к истине, если это институт познавательного мышления. Ну, точно так же институт задает и место своих носителей, ну, место той деятельности, которая институтом воспроизводится, в рамках некоторой кооперации деятельности. То есть, он отвечает на вопрос, за какую социокультурную функцию отвечают те сообщества и те люди, которые к этому институту принадлежат. Ну, и, наконец-то, в общем-то, сложившийся институт обеспечивает и некоторое место, принадлежащим к нему сообществам и людям, просто в социальной структуре. То есть, социальный статус, связи с одним социальным сообществом, возможность игнорировать другие социальные сообщества и так далее. В общем-то, наверное, уже даже опираясь на эти признаки, можно было бы обратиться к организационно-деятельностным играм и начать разбираться, а что из этих необходимых, на мой взгляд, признаков института мышления у игр восьмидесятых было, чего не было, и, собственно говоря, в какую сторону был направлен вектор изменений. Вот это для меня тоже важно, потому что, собственно говоря, ради этого я взяла интервал в 10 лет. чтобы рассмотреть не только отдельные игры, но и те изменения, которые происходили в игропрактике и организационно-деятельностных играх в ходе массовизации этой практики. И вообще, в ходе того, как она все больше и больше интегрировалась в какие-то деятельности и социальности. Так, и если совсем попросту к окончанию доклада, собственно говоря, я еще не собираюсь ее заканчивать, я просто собираюсь сказать, какая... Какой вывод? В чем тот основной тезис, не вывод. Вывод я буду так медленно, последовательно получать в ходе какого-то дискурса. Но запутавшись. А, собственно говоря, месседж в чем? Сказать-то я, что хочу. Так вот, вот эта самая подкладка, которая лежит за моим докладом, это то, что я очень не хотела бы рассматривать в качестве методологического мышления то, что происходило на играх конца 80-х. Я очень не хотела бы сообщество, сложившееся в ходе вот этой мессивизации, считать таким нормативным методологическим сообществом. И точно так же. Не имея языка и не имея каких-то логических аргументов для того, чтобы это обосновать, но мне очень не хочется считать таким нормативным, институциональным образом методолога «Игротеха конца 80-х годов». Вот это, собственно говоря, такой резкий, грубый тейс. А дальше рассуждение. Я хочу только ввести еще одну характеристику института мышления, еще одно развлечение. Я думаю, что есть смысл среди всяких существовавших в истории институтов мышления и всяких разных мышлений выделять проблематизирующее мышление. То есть, на мой взгляд, это мышление, которое сознательно ориентировано на изменения, целенаправленно, ну, рефлексировано ориентировано на изменения. Мышление, которое ценит проблемы и в котором нарабатываются способы и формы, в которых проблема может быть положена на доску мышления. То есть, проблема может быть помысленно как принципиальная проблема, а не просто какая-то беда, страдание или затруднение. В общем-то, я бы сказала, что в среднеземноморской европейской культуре стремление к такому систематизирующему мышлению, стремленность к систематизирующему мышлению и устремленность к проблемам существует как разные фокусы. Но при этом, вот я напоминаю вам оппозицию, с одной стороны, сократовско-платоновской манеры мышления, представленной в диалогах Платона, а с другой стороны, манеру мышления Аристотеля. Вот, в общем-то, мне кажется, например, вспоминая об этих достаточно, понятно, интуитивно разных способах мышления, можно как-то представить, чем мышление, ориентированное на постановку принципиальных вопросов фиксации проблем, отличается от мышления, ориентированного на систематизацию знаний, там, тщательную поработку с тем понятием и так далее. И методологическое мышление, ну, собственно говоря, к чему я вот этот кусочек и рассказывала, методологическое мышление, на мой взгляд, во-первых, принадлежит к линии проблематизирующего мышления, а во-вторых, ну, немного забегая вперед, скажу, является попыткой артифицировать сам процесс проблематизации. При этом я добавлю вот ну, то, что у меня сейчас на слайде, еще одну реплику относительно того, в чем же я вижу особенность проблематизирующего мышления. Собственно говоря, это особенность в том, что сама проблема начинает существовать идеально. например, как опоре или, например, как теорема, не имеющая доказательства. Я сейчас называю самые древние формы существования проблем. здесь важно то, что в общем-то, время существования проблемы оказывается часто куда более там время и горизонт существования проблем оказывается часто куда более масштабным, чем время существования отдельных решений. Смотрите, опоре Зенона бросали вызов физикам, рассуждающим о скорости движения и расстоянии на протяжении многих веков. Большая теорема Ферма стояла 300 лет. То есть, когда проблема приобретает идеальную форму, когда она основится одним из содержаний мышления, она начинает выполнять мышление очень важную функцию. Она начинает задавать горизонт мышления. То есть, то относительно чего мы можем с одной стороны осмыслить получение отдельных знаний, а с другой стороны эти знания критиковать. Ну, соответственно, что тогда можно было бы считать институционизацией проблематизирующего мышления? То есть, собственно говоря, вот это наличие проблем как особого идеального содержания я добавляю к тому списку особенностей института мышления. И говорю, что вдобавок ко всему этому, если мы имеем дело с институционизацией того мышления, которое ценит проблемы, удерживает их и тем самым ориентировано на сдвижку горизонта относительно идеальной конструкции, то значит у нас каким-то образом в этом институте должен существовать механизм, который, во-первых, порождает проблемы. Помните, кто-то из древних геометров, по-моему, и в Клип, но я точно не помню, писал своему другу, пришли мне теоремы, а уж их доказательства я найду сам. Архимед? Ну, спасибо, Вадим Маркович, Архимед. Итак, вот это вот пришли мне теоремы, да, какая-то из очень древних форм порождения проблем, еще совсем не институционизированная, видите, это очень важно, что это письмо к другу, то есть это все еще на уровне личных отношений. Ну, в общем-то, как отдельная, ну, если не задача, то, по крайней мере, желание появления новых теорем уже осознанно. Итак, есть механизм, поддерживающий появление проблем, есть механизм, который поддерживает то, что эти проблемы переводятся в мыслительный план и сохраняются. Ну, проблема штука неприятная, от нее очень легко отмахнуться, и в этом смысле нужны специальные механизмы, которые заставят эту проблему удержать как нечто принципиально важное. И, наконец, есть механизм, который заставляет стремиться к решению проблемы, то есть механизм, который поддерживает это намерение и волю направлено на то, чтобы проблема была решена. Вот вульгарное понимание принципа диалектики как того, что в каждом явлении есть противоположности, например, в общем-то часто угрожает этой воле направлено на решение проблемы. То есть столкновение противоположных утверждений это одна из форм, в которой существуют проблемы для познающего мышления. Если в этот момент идеологически заявляют, что это нормально, что относительно одного и того же объекта можем формулировать прямо противоречие друг другу суждения, то необходимый что-то с этим делать пропадает. Итак, три характеристики. Поддержит появление проблем, поддержит переход проблем на доску и поддерживает волей и усилия направленные на ее решение. В общем-то, я думаю, что когда мы будем продолжать дальше разбираться с институтом мышления, я надеюсь, что мы будем это продолжать, то есть смысл посмотреть на разного рода историческом материале, каким образом этот механизм срабатывал там, как был устроен вот этот механизм в математике. Да, я считаю, ну, в отличие от некоторых коллег-методологов, что проблемы штука достаточно древние, действительно, по крайней мере, так, две тысячи лет, две с половиной тысячи лет уже вполне появляется, уже вполне существует в нашей культуре. пока что, ну, так, навскидку, просмотрев эти механизмы, я бы сказала, что до 20 века появление проблем во многом было результатом или социальной организации, институтов мышления, ну, например, в науке во многом появление проблем связано с наличием конкурирующих научных школ, которые стремятся опровергнуть теоретические положения друг друга, да, перепроверяют эксперименты друг друга и так далее. это не эпистемический механизм, а социальный и, в общем-то, он зависит очень от многих разных факторов, там, от финансирования науки, от способов финансирования науки, от форм соорганизации разных групп в рамках одной научной дисциплины и так далее, очень много всего. Ну, в общем-то, естественная наука организована таким образом, что мы проблемы в форме противоречия между теоретическими суждениями, противоречия между теоретическими суждениями и экспериментальными фактами обычно возникают, механизм срабатывает, но при этом само создание проблем не является целью и предметом специальной деятельности, деятельности исследовать направление то, чтобы проблему решать. Особенность методологии в традиции ММК в том, что была сделана попытка организовать сам процесс проблематизации сделав его устойчивым и эффективным. Эффективно в смысле того, что проблемы начинали порождаться в ходе специальным образом организованной мыследеятельности. на мой взгляд на мой взгляд именно это было наиболее существенной особенностью организационно-деятельностных игр 80-х годов, больших организационно-деятельностных игр, особенно героического периода. то есть там специально организовывался процесс проблематизации, то есть процесс порождения проблем, перевода этих проблем в принципиальный план, то есть фиксация этих проблем на антологической доске. и игра была организована так, что она порождала усилия направленные на решение проблемы. Ну, те, кто там был, помнят, что, в общем-то, дня с 2-го, с 3-го начинали работать по 2 часов в сутки, прорываясь к решению этих проблем. Если обращаться к опыту ОД и героического периода, то можно еще выделить две существенные характеристики этого процесса проблематизации. Во-первых, методологи должны были, методологи, проводящие игру, методологи игроделы, должны были быть в него включены. То есть они точно также должны были попасть в процесс проблематизации тех домашних заготовок, с которыми они приехали на игру. В общем-то, за этим стоит такое вполне понятное наблюдение и соображение, что в проблематизацию можно повести только собой. если команда, которая не проводит игры, если команда, которая проводит игры, сама не вступает в процесс проблематизации, то, скорее всего, и участники тоже будут его только имитировать. То есть вместо того, чтобы направлять свои усилия на решение проблемы и нечто придумывать, они будут ждать это решение от тех, кто вот такой умный, приехал к ним проводить игру. В общем-то, понятная вещь, которую, наверное, многие из тех, которые занимаются этой практикой, встречались. Вторая особенность этих игр заключалась в том, что основным типом проблем, с которым шла работа, были проблемы соорганизации разных предметных и профессиональных мышлений и деятельностей в рамках одной большой цели, одного мегапроекта, который вне этой соорганизации не мог быть решен. Ну, например, там, проектирование вуза нового типа или же разработка программ развития города Одессы. Первая игра на региональное развитие. Для реализации всего этого на оргдеятельностных играх был разработан механизм позиционного взаимодействия, который, прошу прощения, я просто пропущу. Времени уже не осталось. Это можно посмотреть или послушать в тех моих докладах, которые я делала на эту тему на семинаре фонда и которые висят уже у нас на сайте. Скажу только одну простую вещь, что для того, чтобы этот двойной процесс проблематизации, то есть процесс проблематизации, в который попадают с одной стороны профессионалы, приехавшие на игру, а с другой стороны методологи, приехавшие на игру проводить, для того, чтобы этот двойной процесс проблематизации во-первых, был запущен, а во-вторых, привел к новым мыслительным результатам, необходимо было, чтобы в устройстве организационно-деятельностной игры были выделены разные деятельностные или мыследеятельностные позиции, которые участие не должны занять. Необходимо было организовать вот этот переход от разного рода бытовых, обыденных, социальных, профессиональных и прочих взаимодействий к взаимодействиям позиционному. Как игротехник, с опытом порядка 50 игр, скажут, наверное, вот это было самое сложное в проведении игр. Ну а затем организовать рефлексию того, что в этом позиционном взаимодействии получалось. Здесь есть один тонкий и интересный момент, о котором можно просто почитать в соответствующих статьях. Это то, что вот это позиционное взаимодействие фактически выступало на играх в качестве мышления. То есть в тех условиях, когда ситуация, в тех условиях, когда ни у кого не было мыслительных средств для решения проблемы, а проблема все-таки ставилась на идеальной доске, ставилась на доске мышления и требовала такого же принципиального решения, мыслительного. Люди фактически из себя, входя в позиции, делали средства мышления о ситуации. То есть, входя в позиции, начинали имитировать ту ситуацию, в которую играли. И имитировали это таким образом, ну именно вот в силу позиционного взаимодействия, имитировали это таким образом, что это можно было соотнести с принципиальной проблемой, принципиальным решением. Я заканчиваю. У меня один слайд. Предыдущий слайд я, в общем-то, проговорила. Итак, последние, собственно, выводы. На мой взгляд, вектор изменений игр в течение 80-х годов был, в общем-то, направлен от той формы, которую можно было бы рассматривать как институт металлорического мышления, к тому, что институтом металлорического мышления вроде как совсем не является. То есть, вот Георгий Петрович в своих заметках, опубликованных в второй части девятого тома, серого, писал о том, что примерно с 83-го года игры перестали нести на себе полноту мысля деятельностных процессов. То есть, что это значит? Это игры, в которых было недотянуто мышление. Или игры, в которых не удалось создать рабочий процесс так, что он действительно имитировал деятельность с размерной задачей и так далее. Ну и, соответственно, вот в такого рода условиях неполноты мысля деятельностных процессов и проблематизация во многом была потеряна. То есть, собственно говоря, отличие игрогероического периода, это как раз где-то первая двадцатка-двадцать пять игр, от последующих том и состоит, что со временем начали сдавать процесс проблематизации. Ну, а в этом смысле можно говорить о каких-то других признаках, по которым это в ряд, по которым игры трудно рассматривать как институт мышления. Знаете, как в той истории про Наполеона, которому его генерал предложил десять, предложил список из десяти причин, в которые пушки не стреляли, и на первом месте было то, что не было ядер, да, можно сказать, что... Ну, остальные причины уже не важны. Если игры начали тиражироваться и массовизироваться с редуцированным процессом проблематизации, дальше уже не важно, что там... Сколько схем с морковками на этих играх рисовали, это все равно уже не методологическое мышление. И, не знаю, Петра, есть две минуты, для того, чтобы обозначить еще одну тему. Я перебрала время, я понимаю. Да можно обсуждать причины, по которым это произошло, нехватку ресурсов, в частности, нехватку времени на подготовку, еще что-то, то есть можно вот так объяснять, происходящее, что там что-то не дотянули. Но я просто хотела обозначить еще одну тему. Опять-таки, как игротехник, исключительно из своего... Ну, вот из того опыта, который на кончик пальцев и на хребте, поскольку не очень-то есть язык для того, чтобы его выразить. Вот так, по моему опыту, оказалось, что то взлетит игра или не взлетит, ну, то есть сложится ли там вот этот выход в идеальный план и воля, поддерживающая этот выход, появится ли там принципиально новые интересные решения, сложится ли там группы, которые возьмут на себя ответственность за реализацию этих решений в жизни, зависело не только, а может быть и не столько, от того, насколько хорошо была продумана, реализована вот эта позиционная схема и вся та сложная технология, которая не раз уже описывалась нами как технология шестифокусной проблематизации. Слишком многое зависело от того, что мы не умели, да, в общем-то, не умеем описывать. От того, удалось ли команде задать искренность и честность в обсуждении ситуации, поскольку если не удалось, опять-таки, неважно какой красоты схемы, не летает. В общем-то, даже от того, как самоопределялись участники группы и тоже насколько среди, ну, участник групп, проводящий игру, насколько среди группы, проводящей игру, был кто-то, кто собой по жизни поводил игру в идеальное пространство. в отдел, потому что, ну, он там живет, он иначе не может. То есть очень важным оказались вот эти, да, очень важный момент ответственности, опять-таки. Как она берется, кто ее берет, это далеко не полностью определяется сложностью, собственно говоря, интеллектуальной проработки темы и даже сложностью и изощренностью деятельностной организации. на мой взгляд, одна из причин, по которой, в общем-то, вот вся эта красота, вся эта возможная красота урок деятельностной игры не была включена в в союзацию воспроизводства, заключается в том, что, в частности, мы не сумели описать, схватить, понять вот эту антропно, социально, ценностную, может быть, не знаю, может быть, культурную, сторону этого дела. То есть, я бы сказала, что схема мыслей деятельности, она скорее соответствует не играм, а сложной системе семинаров предыгрового периода, а вот то, что соответствовало играм с их выходом на экстанциальный уровень, человеческими коллизиями, прорывами в самоопределении и вот в эту жизнь в мысли, в общем-то, вот такого представления, такой антологии не было положено и не положено до сих пор. Вроде бы, тем самым игры, да, игры – это шаг в процессе институционализации, главным образом тем, что они указывают нам на то, что там было недоделано и куда есть смысл двигаться дальше. У меня все, спасибо. Три вопроса, три замечания. Да, подойдите туда к микрофону, Вадим Маркович первый, вы второй, половик третий, извините. Подойдите, подойдите к микрофону. Замечания потом можно. К микрофону подойдите. Нет, вы не первый, но все равно подойдите. Да. Значит, у меня такой вопрос. Если вы представили методологическое мышление как проблематизацию, то вы получили действительно то, что вы получили, то, что это несостоявшийся институт. Но здесь вот как раз и проблема. Почему это методологическое мышление представлять только как проблематизацию? Я не возражаю, что там была проблематизация, там было много чего другого. Там была схематизация, предмечивание, построение стратегий и много чего другого. То есть вопрос мой такой, правильно ли представлять методологическое мышление только как процесс проблематизации, тем более, что в форме осознания вы не найдете такой акцентации. Это именно ваша реконструкция. Вопрос задан. Сейчас еще один момент. Правильно ли задавать его только таким образом, а не скажем, потому что еще же второй вопрос возникает, какой вообще продукт методологического мышления? Почему только проблематизация, а не скажем, новая логика, а не скажем, показ, что это реализуется в практике методологии? Вадим Маркович, вопрос задан. Я не считаю, что проблематизация исчерпывается методологией. Это логическое мышление. Но я считаю, что проблематизация это его необходимое условие. В частности, это необходимое условие того, чтобы создавались новые средства мышления, новые логики, новые схемы. Спасибо. Прошу. По поводу несостоявшегося института, как вариант, как вы оцените, что начинали это дело русский, соответственно, творческий подход, а заканчивали прозападники, где методология янки натаскивания. И второй вопрос, вот там сзади у вас плакатик висит, управлять можно только развитием, а управление функционированием, есть бессмыслица. И в то же время вы сказали, что при организации этих игр очень важно найти нужного человека и поставить его в нужное место. Не является ли это процессом управления функционированием? И как вы прокомментируете вот эту записочку сзади? Первый вопрос очень простой. Я, правда, никогда специально не интересовала, что у людей в паспорте написано в пятой графе. Но, по-моему, национальный состав команды от начала 80-х годов к концу 80-х никак не различался. Даже я предположила, что процентное соотношение стопроцентно этнически русских в конце 80-х было выше. А при чем здесь русские? Так, коллеги, спокойнее. Ну, каждый имеет право задать вопрос на уровне своего понимания. Я рассказываю про тигры, которые разворачивались в России, разворачивались, в общем-то, одной и той же командой. Со сменой. Вы сказали два, там выделили еще вторую часть. А второй вопрос насчет поставить на место. Простите, вы меня неправильно услышали, но я понимаю, что я экономия время сама в этом виновата. методологи предлагали позиционную схему, а вот уж кто туда станет, это было выбором участников. И, собственно говоря, усилия игротехников на самоопределение относительно позиционных схем, относительно проекта в частности, на то и были направлены, чтобы это самоопределение запустить. Вот когда игротехники начали брать на себя право самоопределять участников, это, на мой взгляд, одна из форм вырождения оргдеятельностной игры. Собственно говоря, это уже не оргдеятельностная игра. Спасибо. Пожалуйста, Владимир. Воловик Владимирович. У меня чисто на понимание вопрос. Когда вы говорите про дивера, вы имеете в виду именно саму АДИ или включаете в ее разворачивание работу по ее задумыванию, ее рефлексию, может быть, даже какую-то программу, в которую эта АДИ входит как одна из многих, например, игры по образованию, с соответствующими подкладками семинарской и другой работы. Если да, то относятся ли ваши выводы ко всему этому? Ну, да, кстати, я считаю, что если уж искать Институт металлического мышления, то ее, конечно, нужно искать не в отдельном экземпляре игры, а в том процессе, который включает в себя игры. Это первое. Второе. Володь, но вроде бы именно само событие игры, вот эти 10 дней, там 10-8, в силу концентрированности, взаимодействия и коммуникации, и были той точкой, в которой процессы проблематизации запускались, осуществлялись и так далее. Я, собственно говоря, именно поэтому обращаю в первую очередь внимание на процесс проблематизации, поскольку во многом именно игры с их устройством и вот этой попыткой стянуть туда хотя бы через рефлексию все мыследеятельностные процессы создавали возможность их запустить. Спасибо. У нас в этом году формат немножко усложнился. У нас есть пользователи через интернет. Не дать им возможность задать вопрос как-то странно. С другой стороны, дать им слишком много вопросов, потом все переместятся в интернет. Поэтому у меня дилемма. Ну, давай, задавай вопрос. Два вопроса от 79 пользователей, которые в данный момент участвуют в нашем мероприятии. Первый вопрос от Филипповича. Каковы основные развлечения Института мышления и Института сопутствующих предметных организованностей и коммуникации? И второй вопрос сразу от Алексея Соколова. Уважаемая Вера Леонидовна, Георгий Петрович утверждал, что АДИ система интенсивного развития человека. Значит ли это по-вашему, что АДИ в принципе содержит в себе потенциальный институт, но любая конкретная АДИ рискует им не стать? Спасибо. Я бы для простоты сразу приняла тезис Алексея Соколова. Дальше можно обсуждать тонкости этого дела. Ну, в принципе, да. Хотя, честно говоря, коллеги, вот тут есть одна тонкость, относящаяся к ну, такому рамочному, в том числе, этическому самоопределению в этой области. Потому что человек сам себя имеет возможность или, так сказать, желание, или не имеет, развивать. Вот я точно считаю, что ставить со стороны команды игротехников задачу кого-то развивать неэтично. Создать для этого условия мы можем. То есть, мы можем поставить задачу развивать мыследеятельность. Ну, или какие-то ее отдельные организованности. И эта задача нормальная. Люди могут соучаствовать в этом процессе. и в ходе этого соучастия еще и развиваться. Вот тут, знаете, как тайна в деталях. Да, я согласна, но мне по формулировке Алексея показалось, что он говорит об этом как об условиях. Ну, может быть, действительно, нужно обсуждать тонкости. Так, прошу прощения, Вадим, вопрос от Филипповича. Я забыла, было получено. Так бывает. Ответь на второй. Вадим! Он сейчас, сейчас он. Ага, повтори, пожалуйста, еще раз. Каковы основания различений института мышления и института сопутствующих предметных организованностей и коммуникации? Очень сложный вопрос. Вообще говоря, различать институт мышления и мыследеятельности я бы не стала. То есть, на мой взгляд, институт методологического мышления с необходимостью представляет собой многослойный пирог, куда входят в том числе и разного рода предметно- организованное мышление. Ну, собственно говоря, смотри, схема металлорической рефлексии. А дальше, наверное, давайте опять где-то после чтения уже обсудим. Хотя опять есть тонкость, потому что в схеме мыследеятельности не коммуникация, а мысль коммуникация. проводим прямую параллель между тем, что в схеме мыследеятельности и тем, что в разных других представлениях о коммуникации, то надо очень осторожно сначала разграничить установки тех, кто такое обсуждение проводит. Суждение, коллеги. Ух ты! Нет, столько не будет. Да, значит, ну давай. Вера Леонидовна, я вынужденно говорю в суждение, хотя хотел бы задать вопрос из уважения к вам. Потому что в суждение это будет звучать следующим образом. Когда вы говорите, что методологическое мышление порождает проблемы, потом их выкладывает на доску, и там третий я уже не помню что, вы, собственно, попадаете в большой круг людей, который обсуждал аналогичные трудности, например, на примере математики, известные как обоснования математики и есть проблемы с самой математикой. То ли Гильберт сказал, то ли Клини, не помню, неважно. И вы, продолжая собственное размышление, как бы вы оказываетесь заложником этого полагания. Потому что не обсуждаете при каких условиях внешних к этому институту это могло а. создаться и произойти, б. воспроизводиться. Потому что то, как вы сейчас это изложили, это проблема, что методологи перестали порождать проблемы. Но, извините, это разве игры героического периода разрешали и выкладывали на доску проблемы методологов? Ну, во всяком случае, как, не прочертив вот эту рамку и не состыковавшись с объемлющим пространством, вас можно понять ровно так, как я говорю. Хорошо, спасибо. Рустем, Липкин, можно к микрофону? У вас будет в конце возможность записывать. Дайте листочек бумаги. Вперед. Рустем Аксудов. Мне кажется, важно было бы еще один ракурс высветить, а, собственно говоря, какой культурный продукт мы имеем, когда говорим об АДИИ, не только не состоявших, но о том, что состоялось. Мне кажется, очень важный момент, что АДИИ претендовало на замещение решения или разрешение сложных ситуаций или обеспечения в условиях отсутствия исследования, отсюда вся эта критика науки, которую Георгий Петрович осуществлял. С другой стороны, АДИИ породила, мне кажется, все-таки АДИИ и вся семинарская работа, то есть не отдельная АДИИ, породила схему мыследеятельности. А ведь схема мыследеятельности в этом плане и была основой для вот такого комплексирования сложных междисциплинарных разработок. И если говорить о культурном продукте и проблемы, то сама идея мыследеятельности, схема мыследеятельности, это ведь идеальный объект для последующих программ, последующей огромной программы исследований и разработок. Поэтому в ней, мне кажется, еще в этом существует проблема. то есть это следующий шаг, который не разрешен на сегодня. Спасибо, Липкин. Во-первых, большое спасибо, очень интересно было. Замечаний два. Одно, вот смотря со своей колокольни, то есть, скажем, например, из физики, то, да, действительно, проблемы возникают исторически, и не очень понятно, надо ли это, то есть, и можно ли это как-то, и главное, нужно ли это делать как-то искусственно, и исходя из этой позиции возникает гипотеза, что в играх просто ускоряется некий исторический процесс, вот в тех ситуациях, которые, так сказать, в играх рассматриваются, там, проектирование сложных вещей и прочее. То есть, в этом плане не уверен, что можно ставить задачу по, как бы, целенаправленной постановке проблем, они все-таки созревают исторически, не знаю. И второй очень интересный, так сказать, момент, это он остался сбоку, это по поводу того, что ситуация, когда школы, говоря разное, не собираются между собой, так сказать, устраивать споры. Вот в физике, скажем, до последнего десятилетия этого не было, но появилось вот в теоретической физике, но это отдельный интересный момент, а в социальных науках, скажем, в экономике, это вот существует и сосуществует и вот хотелось бы как бы понять, надо ли с этим и можно ли с этим что-то делать, хорошо это или плохо. То есть там, так сказать, полипарадигмальная ситуация и школы игнорируют другого. Все, спасибо. Спасибо. Верховский. Вера Леонидовна, спасибо за доклад. На самом деле, я присоединюсь, наверное, к базовому тезису о том, что несостоявшийся вопрос, который, наверное, надо будет обсуждать где-то в другом месте, а имеет ли потенциал состояться и какие условия составления игры как института методологического мышления должны быть выделены и, соответственно, где это может быть реализовано. Мы об этом, собственно, думаем в своей практике. И одну важную, это первая тезис, а вторая тезис, важная характеристика, которую я хотел отметить, как мне кажется, характеристика институциональности. Мы ее с вами обсуждали. А именно, институт существует только тогда, когда существует запрос на этот тип работы. То есть институт суда существует, потому что есть социальный запрос на разрешение коллизий и конфликтов. А вот есть, может ли быть социальный запрос на постановку проблемы, вот есть запрос на решение проблемы, это мы можем слышать. А вот чтобы был, общество попросило поставить проблему, это вопрос интересный. И опять же, при каких таких условиях общество может формировать запрос на постановку проблемы. Все, спасибо. Спасибо, Левенчук. Так, еще есть какие-то замечания существенные? Да. Я тоже хочу сказать большое спасибо за документацию. Доклад. Вы знаете мою позицию, мне редко нравятся какие-то доклады, но вот этот мне очень понравился. Мне посчастливилось читать подзамочные постинги, которые не все видят, одного известного математика, поэтому я не буду говорить, какого, но он, в общем, как бы сказать, в основном и с нашими работает, и с тамошними, и печатается везде. Он рассказал, как работают математики. Он говорит, что проблема математическая это, говорит, не дверь, а стена в новый мир. И проблема, говорит, только в том, что откуда эти проблемы берутся, и как вообще математики вырастают. Он говорит, что его так учили, и он так живет, и все, кто реальные математики, так живут, что сначала ты должен пробить лбом дырку в стене. То есть ты должен решить чью-то проблему, которую тебе оставили предыдущие поколения великих. При этом надо четко следить, чтобы проблему оставил действительно великий математик. Как определяется, великий ли он? Вопрос, пробил ли он какую-то дырку в стене, которую оставили ему его предыдущие поколения. Значит, и так вот говорит цепь времен. То есть пробиваешь дырку в стене, открываешь новый мир и следуешь этот новый мир. И в этот момент ты обязан поставить проблему следующим. И он говорит, что его самая большая предъява и всех предъявов к Перельману в том, что он, очевидно, пробил дырку в стене. То есть решил проблему, которая давно стояла. И гад, сволочь, понятно, подзамочная запись, не ставит проблемы тем, кто идет дальше. И что он сам, хоть он уже тоже довольно великий, читает везде лекции, он чуть-чуть истаптывает вот место вокруг вот своей дырки в стене. И, конечно, надеется, что наступит такой момент, когда он возьмет на себя великую ответственность, показать, где та стена, и там поставить мелом на стене крестик, куда молодое поколение должно долбить своими лбами. Вот если бы это... А мораль? Мораль-то в чем? Мораль. Вот если бы у методологов это хотя бы чуть-чуть вот такое наблюдалось, это было бы очень хорошо. Хотя бы было бы не хуже, чем у математики. Спасибо. Честно говоря, я не понял мораль, потому что я могу услышать тебя так. Проблемы и проблематизации не характерологическая черта методологического мышления. А нет, я полностью подтверждаю тезис, что это характерологическая черта, по крайней мере того, что я наблюдал в 80-х годах. Я, честно говорю, я в 87-м году участвовал в играх, и Георгий Петрович мне лично рассказывал про проблемы, про проблематизацию, и много лет я после этого слышал. Но почему так, примерно с середины 90-х годов, я не про проблемы, не про проблематизацию, не про что такое, ни от каких методологов больше не слышал. Я не знаю, что такое произошло в середине 90-х, хотя догадываюсь. Но проблема поставлена крайне верно. То есть никто сейчас лбом стенку не пробивает, новый мир за пробитой стеной не истаптывает, не описывает. И, конечно же, ничего не оставляет после себя, потому что не имеет права этого делать, поскольку стену сам лбом-то не прошиб. Спасибо. Поэтому я полностью с тезисом доклада согласен, просто говорю, что есть еще одни предметные области, где такая же постановка вопроса, но там это продолжается, а тут, извините, где-то в 94-м, по-моему, в 93-м годах, даже вот так я даты скажу, в 92-м еще что-то было. Вот, все исчезло. Спасибо. Иван. Иван Огнев. Правильно ли я понимаю, что… Это суждение? Я сделал следующий вывод из доклада о героическом периоде, что вначале АДИ был инструментом научного познания, а затем случилось нечто, в результате чего этот метод опопсил, и сейчас научного познания не происходит, происходит фактически освоение только практики. А что же нужно тогда достроить, правильно я понимаю, о чем говорит докладчик, или к чему нужно вернуться, чтобы это снова стало инструментом научного познания и развития, а не просто извлечения прибыли из практики. Спасибо. Вера Леонидовна. Я не на все замечания буду отвечать. Здесь выделилась одна линия в замечаниях, связывающая нескольких людей, к которым, мне кажется, важным отнестись. Начинаю с замечания Верховского. Институт – это то, что отвечает на некоторый запрос. Может ли быть запрос на проблематизацию? Я не буду цепляться к тому, отвечает они на запрос, или же он задает определенное место. Это, на мой взгляд, проблематизация оказывается необходимым для тех социокультурных общностей, которые стремятся находиться в режиме развития. То есть, вообще говоря, постановка проблем и управление этим процессом – это фактически управление развитием. есть ли на это запрос, давайте обсуждать отдельно. И где такой запрос может существовать? Относительно реплики Липкина. Аркадий, очень мне понравилось, но вы ведь мне не возражаете. То есть, да, Олег Геннисорецкий еще и семинары называл ловушкой для истории. Вообще, мне кажется, что это самое интересное рассмотрение методологических техник и вообще, не знаю, сказать, методологического образа жизни, вообще вот той странной штуки, которая сложилась в 50-е и там в какой-то мере продолжает существовать и иногда вспыхивает. вот самая интересная характеристика этой странной штуки это то, что это форма, которая позволяет концентрировать историю и тем самым как бы проскочить в будущее. Вот игра была такой формой концентрирующей историю. И в этом смысле и ответ Бахтурину нет, конечно, методологи не порождали проблем, не должны были порождать проблемы. Они управляли процессом проблематизации, но в частности создавая вот такие ловушки для истории, в которых проблемы ставились из разных позиций. А в ходе этой ловушки они координировались и как бы подпитывали друг друга. Спасибо, спасибо большое. Я передаю слово для второго доклада. у вас Татьяна будешь, Татьяне Бочкаревой. Нет, не вопрос. Сейчас я разрую. Добрый день. Сложные рокировки. Да, по ощущению явно не хватает еще следующих выступлений, которые бы касались игр. Наверное, тоже одна из характеристик ситуации, почему не сложились такие выступления. Я предлагаю вам переместиться в другое пространство, такое, как на семинаре называлось по институализации, пространство субформатов, субформатор АДИ. Но кто не захочет или не сможет, может рефлексивно относиться к тому, что будем мы говорить вместе с Сергеем Евгеньевичем. Будем вам рассказывать наше осмысление опыта проведения стратегических сессий, которые рассматриваются как субформат или как возможно будут другое понимание. Но для того, чтобы к этому перейти, хотелось бы задать рамку, в которых это будет рассматриваться, потому что они слияются не сами по себе, как многие сессии, которые проводятся сейчас, они являются одним из элементов стратегирования. и в этом плане осмысление стратегического подхода. Здесь я сразу в сторону отставляю все, что связано с стратегическим планированием и предлагаю понимать меня с точки зрения именно то, что будет задаваться как стратегирование, как которое осуществлялось применительно к территориальным основным объектам на протяжении последних 20 лет и стратегирование развития городского регионального развития. Слайдов много, это потребовалось для осмысления той практики, которая была осуществлена и проводится. Я буду выделять какие-то ключевые моменты, ну, а Сергей Евгеньевич как всегда будет вносить какую-то живинку. Итак, в ходе стратегирования использовались разные знания, сплав разных методов, и поэтому какие-то отдельные моменты мы вынуждены будем отметить для того, чтобы было понимание с каких позиций и с помощью каких методов в дополнение к тем освоенным в той мере освоенным средствам методологическим были задействованы. Итак, вот хотелось по поводу развития достаточно много было осмысления, антологических полаганий развития, просто здесь хотелось как некоторые отдельные элементы внести, что важное, что здесь задается именно развитие в рамках жизненных процессов, к осмыслению жизненных процессов разного уровня масштаба, и отметить цикличную организацию жизненных процессов, именно это позволяет связать в ходе стратегирования прошлое, настоящее и будущее как единый цикл, как единая составляющая единого витка развития, на русском языке он даже как виток обозначает, и вот здесь важно, что этот виток, который позволяет выйти на следующий шаг, следующий виток, он является связывающим процессы развития, процессы инноватизации, центробежные процессы, и стабилизации, ценностремительные, и здесь важно отметить, что именно возможность выхода на следующий шаг развития, и с этим тесно связано определение горизонта планирования, горизонта вот этого стратегического видения, с одной стороны, который задается инструментальными средствами, а с другой стороны, иммунитные характеристики объекта стратегирования, и это как раз задается опытом работы с такими полаганиями цикла развития. Ход, выход остается на следующий векод посредством средств стратегирования, вот здесь хотелось сказать, что именно стратегирование является не отдельным средством, поэтому дистанцируется от стратегического планирования, а совокупной системной стяжкой средств управления и развития. Средств управления будущего, проходов в будущее, полагания будущего, конструирования будущего, прогнозирования, моделирования, программирования, проектирования, применительных к какому-то конкретному материальному объекту, но во взаимосвязи. И, соответственно, цикличная организация хода стратегирования, которая не ограничивается разработкой стратегии. Это только один из четырех фаз, за которым следует очень важный этап, который, обыкновенный выполняется, этап запуска и полноценной реализации и этап осмысления, переходный на следующий виток. И вот эта цикличная организация, она, по сути дела, пронизывает задействование все средства управления задействования. здесь еще маленький такой вводный момент, что средства стратегирования задействуются, применяются как бы в таком-то реединстве, как собственные средства управления, как запуск, как рабочие процессы и как оформляющие, как результат, причем не только оформляющие документы, но и команды, которые формируются в ходе этих работ. Ну и сразу перескок в будущее, чтобы было понятно, что это не разработка стратегии неприверно связывается и средства стратегирования задействуются системой управления реализацией стратегии. Вот этот акцент на реализационность, она позволяет подойти к ней органично, если она спускается изначально, в самом начале и протягивается на весь цикл. И вот второй этап, то есть подошла к территориальным объектам, по поводу которого поменяли эту технологию стратегирования. И здесь хотелось отметить, что обычно она променяется на разных уровнях, муниципальным, региональным, межрегиональным, к вопросам территориального развития, пространственного развития. то есть вот здесь хотелось бы акцентировать то, что в стратегировании стягиваются при необходимости все эти разные фокусы и аспекты развития. И хотелось сказать, что территориальные объекты, территориально-пассажные объекты, территориально-провязанные объекты, они являются в этом плане одни из наиболее сложных образований. Здесь понятийное представление, взаимосвязь, значимая очень стяжка пространства, территории, регион, земля и вот их различные возможные стяжки. И здесь возможно еще необходимо дополнительное полагание территориальных объектов, их как бы осмысления. И я иду вот в данном случае здесь акцентирую, что с одной стороны важно именно для целей стратегирования взаимоувязано выделить и работать со всеми ипостасями города или региона их стяжкой. И город полагается именно как совокупность вот этих разных ипостасей своими циклами этапами жизни и сущность которого задается через эти ипостаси и через совокупность духовно-материальных проявлений их материально-пространственной столькокультурной деятельности человеческой. следующий момент операциональный важный именно после полагания важно все все время игра масштабами разное масштабирование полагания в разные системные вписанности рассматриваемые объекта. здесь достаточно стандартные принципы стратегирования принцип междисциплинарности синтеза знатника плексирования принцип целостной системной организации принцип взаимосвязи пространственных и временных параметров вот здесь очень важно именно для такого типа объектов именно стяжка пространственная временная неразрывная и стяжка системно целостное представление и стянутая с пространственными временными полаганиями. Вот очень кратко я уже перехожу к тому куда можно будет посадить место стратегических сессий то есть ход стратегирования он задается с одной стороны неразрывно во взаимосвязи содержательного и организационных линий содержательные линии вот она желто-зеленым пирамидкой песочными часами в правом углу показана здесь задается пять основных условно-технологических этапов содержательных стратегирования которые задают и организационную выстроенность а вот что дальше очень важно что на каждом технологическом этапе пронизывают их идут совокупность линий или слоев стратегирования организационно-методологическое обеспечение экспертный слой работ информационно-коммуникационное обеспечение и вот здесь в середине интерактивный слой очное обсуждение в виде стратегических сессий мы к ним дальше перейдем а вот ниже инициативные рабочие группы это то что будет связывать в ходе стратегирования вот эту все наработки между сессиями сейчас дальше подойдем я хочу короткое замечание сделать чтобы вы все пытались воспринять Татьяна пытается очень быстро задать ключевые особенности различий нашего подхода который используется уже порядка 10 лет отлажен технологически выстроен и опробирован на разных типах объектов многие уходят потому что слышат типа это то же самое что стратегическое планирование здесь на самом деле этого вообще нет я хочу вас настроить на то чтобы вы слушали это и потом это будет применяться там уже в игровом формате но это уже будет как данность и поэтому мы к игре сейчас перейдем и к тому что мы делаем и дальше вы сами будете сравнить похожий это на деле непохожий и почему непохожий несколько слов что почему в последние именно последние годы все больше возникает с одной стороны ситуация именно заказа проведения стратегических сессий в рамках стратегирования и с другой стороны необходимость и это обусловлено с тем что все более широко включаются в разработку стратегии разные участники стратегирования сама сложность многоаспектность объекта типа города региона непредметная действительность их рассмотрения и собственно задания процессов развития и организационно-управленческая действительность стратегирования которые пронизывают весь ход стратегирования и вот мы подошли к ключевому слайду стратегической сессии в процессе стратегирования то есть мы видели что у нас 5 этапов и между каждым этапом проводится стратегическая сессия то есть стратегические сессии проводятся в дискретном режиме в соответствии с этапами стратегирования но в то же время они образуют собой неразрывный ряд из 5 стратегических сессий по 1,5-2 дня в рамках разработки стратегии и причем каждая стратегическая сессия имеет свое функциональное наполнение назначения в рамках разработки стратегии ну дальше хотела сказать что задается интерактивный формат сессии и используются различные процессные формы организации стратегических сессий вот мы более подробно осмотрим вопрос самоопределения позиционирования связанное понятийная проработка на каждой сессии в зависимости от этапа стратегирования основного фокуса рассмотрения это размат задается как элемент образовательный летний потому что каждый раз после разработки стратегии остается команда которая несет на себе вот те необходимые минимальные знания умения которые будут продолжать использовать задействовать в ходе реализации стратегии графическая фиксация определенное пространство времена организации группы организация коммуникации рефлексивное осмысление назначение стратегической сессии то есть для чего включился то есть как я уже сказала что первое стратегическое связи связывает между собой этапы стратегирования как логическая связка которая позволяет вот эти дискретно как бы пролонгировать да пожалуйста я пытаюсь отнять управление коллеги спасибо стратегические сессии не самоцель мы понимаем что если мы разработаем кому-то документы отдадим бесполезно об этом будем знать только мы и тот для кого мы делаем если он его прочитал до конца я сказал ну ладно все ну и бог с ним пусть лежит на полке если можно я у главы региона вытребую пару ярдов на свои нужды ну и ладно обычно так происходит стопка резаной бумаги устоявшейся по отношению ко всем стратегиям мы с нами решили попытаться изменить ситуацию и сделать нечто живое живое нельзя внести никоим образом пока ты занимаешься документом а должно оживиться что-то вот здесь и вот здесь для этого проводится то что мы называем сессиям это похоже на отдельный не похоже я не знаю что такое один никогда в них не участвовал а рассказы о них не верят поэтому вы сами судите а что получается а там или не получается мы пытаемся сделать живой сезон живой сезон рассуждений рассуждением о том как же людям жить учитывая все то что сами про себя не видят очень много всякого разного если вы на сессию приглашаете межсекторную тусовку такую начиная там от одних видов предметов кончая всеми остальными видами плюс еще всех управленцев и регионального уровня и муниципального у вас получается там человек 300 как у нас пришло на первую сессию в Самаре 300 человек начиная от господи нет это очень важно сейчас сейчас введем потому что ты так быстро шла что начиная от руководителя областной думы и кончая там последним человеком который просто интересует что-нибудь то есть самые разные люди и наша задача была удержать первую сессию просто для того чтобы там проклюнулись те люди кому это интересно то есть первая сессия делается для того чтобы посреди всех этих людей всех кто пришел кто формально отметится что мэр вызвал на сессию надо пойти через некоторое время у вас появляется костяк вторая сессия начинает оживлять ситуацию вы на ней обсуждаете задачи проблемы и там начинает строиться коммуникация которая приводит к совершенно другому этапу на третий у нас получился уже прорыв внутри которого начало витать облаго смыслов и люди стали поддерживать друг друга либо в проблематизации либо в решении каких-то задач четвертое привело к тому что люди начали разрабатывать совместные проекты и оставаться уже не после сессии а между сессиями а между ними обычно там месяц месяц полтора заниматься задачами своими сформировались группы причем почти стихийно то есть они настолько оказались заинтересованы в тянутых процесс что они начали самоорганизовываться мы немножечко их деформировали и через некоторое время появлялась появлялся некий набор актуальных направлений групп которые там самоорганизовались там проявлялись лидеры мы немножечко всем этим управляли задавая вектора дообразовывая работой между сессиями занимаясь практически живя в Самаре и через некоторое время у нас сформировался устойчивый костяк из примерно сотни человек может быть чуть меньше или чуть больше временами то увеличивается то уменьшался и у нас образовалось устойчивое сообщество которое хотело развития которое хотело и понимало что они делают почему именно эти направления какие задачки нужно решить что нужно сделать к 25 году почему и как этого не сделает мэр и вся его команда что нужно делать вместе с ним чтобы они поняли что нужно сделать чтобы губернатор вот вся совокупность многоплановых сложных вопросов обсуждалась и постепенно двигала вот этот весь маховик обсуждения который превратился с периодами то есть вот было 10 дней грубо говоря в которые мы работали с людьми эти 10 дней грубо говоря потрясли Самару в том смысле что они стали мыслить по-другому и благодаря определенным форматам о которых я сейчас не рассказываю специально задавая интенцию на чувственные планы чтобы вы почувствовали то что получилось потому что сухое изложение оно не дает образа считывания ситуации и поэтому вы можете через мое оговорение просто почитать сам образ а образ который прочитывается здесь таков что от 70 до 100 человек в Самаре сейчас находятся людей которые находятся в воспламененном состоянии сознания которые готовы двигаться куда-то понятно что у них падает настроение поднимается жизнь меняется она все время предлагает нам новые задачки и осмысления и вместе с тем стратегические сессии и изменили ситуацию они стали говорить ааа у Самары появилось слитное общество ааа так теперь там есть с кем разговаривать аа так у нас есть команда на которую можем проверять мы правильно выбрали что-нибудь говорит мэрия или неправильно понимаете что случилось вот случилась вот такая штука а вот теперь я Сергей я могу продолжать то есть после этапа разработки стратегии стратегические сессии стали вот сейчас как бы планируется на этапе запуска стратегии в реализацию планируется это проведение в виде городской стратегической ассамблеи то есть это будет новый формат тоже публичный но как преемственность соблюдается ключевой момент вопрос позиционирования в ходе стратегирования в том числе на стратегической сессии вот каждый из этапов стратегирования каждой сессии там задавались разные акценты именно на позиционирование первая сессия была направлена на то чтобы присутствующих на сессии чтобы они почувствовали себя и вошли в позицию не просто как бы жителя а вот позицию осмысленную позицию горожанина с большим потенциалом креативности ответственного участия уже затем в реализации стратегии и здесь очень важно было такое погружение почему очень важно погружение взаимосвязи прошлое настоящее в будущее потому что цикл жизни таких реальных объектов как город он не соизмерим с цикл жизни отдельного человека и для того чтобы говорить и стратегировать относительно города необходимо погрузиться и обрести соразмерить себя вот с таким сложным образованием здесь используются разные процедуры но только вот это погружение и соразмерение как бы позволяет здесь вот чувственный момент такой человек должен почувствовать себя городом то есть он открепляется от своей текущей жизни временно и вводится в такое состояние сознания с помощью рассуждения разумеется и репликс разных сторон которые позволительны что через некоторое время ряд людей которые пытались нам что-то сказать выходили вперед и говорили я город Самара считаю что то есть он настолько проидентифицировался что внутри себя он забыл про свою фамилию имя и отчество про свою жизнь и начинает ощущать идентифицируя себя с 450-летним объектом причем территориальным а не таким как он самостоятельным и локальным важная позиция именно для стратегирования позиция стратега я о ней скажу на следующем слайде более подробно но она является ключевой позицией которая предупределяет именно возможность и одним условием является реализация реализация исторического социокультурного самопределения для цели развития такого сложного образования как город ну и соответственно уже на ну это то есть первая сессия это в основном акцент на вот самоопределение и обретение позиции горожане второе акцент обретение позиции стратега но при этом удерживается при необходимости там где нужно те позиции и уже начиная с 3-4 сессии там активно включаются уже деятельностные позиции когда начинаются включаются режимы проектирования и причем эта позиция она удерживается не только в ходе разработки но очень важно удержать дальше деятельностную позицию в ходе реализации стратегии чем мы сейчас занимаемся очень важно социальное позиционирование вот здесь большие сложности потому что общество никак само не дефинцировано не отстроено и поэтому больше на что способна как бы сходу эта власть бизнес-общество да то есть вот такая тупой треугольник и вот его приходится как бы разбивать и выявлять какие-то вот то социальное сообщество сообщество на которых которых характеризует устройство социальной общинности города ну и выделение вот таких активных позиций агентов развития и хотя отдельно хотелось сказать такие организационные позиции собственно говорят для обеспечения стратегирования ну там они перечислены управитель организатор методолог разработки сборщик интегратор игротехнолог виртуальный менеджер подрядчик ну такие как бы условно то есть это все как бы технические позиции но они вот обеспечивают ход стратегирования так переходим к позиции стратега потому что нет именно позицию стратега я сказала что именно она выделяется и закрепление в ней именно в ней закрепляется стратегическое мышление вот именно в позиции стратега три ключевых момента это позиционное видение ситуации которое важно как для текущей ситуации так и для выхода на реализационную на реализацию стратегии второе это выстраивание взаимосвязи полаганий будущего выстраивание взаимосвязи с прошлым через настоящее причем с акцентом на учет тех значимых управленческих решений сленных действий которые повлияли на ту ситуацию которая сложилась сейчас и тем самым появляется ответственность за те на то осмысление и те решения которые принимаются здесь и сейчас которые обретут последствия в будущем следующий важный момент именно в позиции стратега это масштабирование разномасштабное видение и вписанность рассматриваем объекта во внешней среде а также внутренняя совокупность составляющих его частей то что уже как бы Сергей акцентировал еще раз повторю то что важно именно позиция стратега позволяет стать соразмерно условно соразмерным объектом стратегирования и своего рода позиция стратега представляет собой своеобразную надпозицию которая надстраивается над другими перечисленными в предыдущем слайде позициями дополняя их насыщая собственно стратегической компонентой я хочу дополнить чтобы еще раз живенечку нести задачка наша была получить как можно больше стратегов то есть как можно больше людей в позиции стратега понятно что мы лакомство бумажки не меряли у каждого он достиг или не достиг но его внутреннее ощущение понимания того что он схватывает принципиальную сущность города без ее деталей а когда нужно видит детали то есть как орел который настраивает свое зрение так и он видит одновременно схватывая все или схватывая вычленяя там отдельный аспект чего-либо вот таких людей вот я говорю про них что-то в районе 50-70 но не 100 конечно есть понятно что если еще были жестко вот эти там их десяток но вот мы обрели десяток стратегов с которыми мы можем размышлять причем они все в разных позициях в реальной жизни находятся начиная от позиции какой-нибудь заместителя начальник какого-нибудь отдела кончая просто позиции историка в этом городе профессиональная ну я уже основное сказали сейчас попробую быстренько ключевые аспекты сделать именно связующая роль позиции стратега то есть она связывает все собрегает разные пространственные аспекты разные уровни стратегирования связь разных позиций задает живое стратегирование и является ключевой приорганизации стратегического управления развития ну здесь социокультурные тенденции способствующие применению стратегического подхода ну наверное их не стоит как бы не является предметом обсуждения но значимой вот здесь хотел бы сказать несколько слов о возможной поскольку сначале мы отмеживались стратегического планирования но стратегическое планирование оно как бы нормативно правовым образом закреплено в практике деятельности поэтому так или иначе иногда приходится начинать эту работу как бы в этой рамке постепенную переводи в рамках стратегирования там где возможно мы и задаем стратегирование в том числе на публичных площадках так вот стратегическое планирование тоже возможно доращивать до стратегирования это первые три позиции как бы на право инструментальные предметные институциональные вот и подходные управленческие которые отсутствуют в стратегическом планировании, но необходимы в стратегировании. То есть это де действительности, которые позволяют рассматривать стратегирование, оперировать с ним, доводить. И вот здесь такой момент последний. Это вопрос изначально, вопрос вписанности в рамку игрового формата. И вот осмысляя ту практику, которая была, и можем сказать, что, во-первых, стратегический подход, стратегирование, можно рассматривать как одно из современных интеллектуальных технологий, таких практических технологий. И дальше здесь неравидная связь вопросов, как необходимая технологизация стратегирования, происходящая социализация и какими-то отдельными элементами институализации, в практике управления развития. Так, это, кажется, все. А все-таки, сейчас вопросы буду задавать, а все-таки, так, что институционализируется-то? Институционализируется сам подход к стратегированию, институционализируется воспроизводимость вот тех носителей стратегического мышления, стратегии. технология этой технологии не совсем как бы элемент. Ну и стратегическая сессия как некий такой формат, где воспроизводится стратегическое мышление. Но изначально я как бы предложила как бы вам в рефлексивной позиции находясь осмыслять это, потому что я думаю, что носители таких практик тоже имеются. И это такой первый опыт осмысления, наверное, такого жесткого определения здесь вряд ли можно дать. Сергей Кибальников МГУ имени Ломоносова. Вот доклад называется «Вы его видите». Вопрос такой, а где-то рамка, которая показывает на эти 50-70 орлов? Мы вам сказали, что есть две линии, они взаимосвязаны. Просто по одной проговорили по стратегической сессии, а рядом с ней ниже. рамка рабочих групп, инициативных групп. То есть те ядра на первой сессии, которая образовалась, постепенно носители. Нет, я все-таки хотел бы Сергея послушать, потому что его метафора с орлами и вот как вот те 50-70 человек, которых вы увидели, как в этом помогла та самая рамка, которая является предметом вашего институционального, так сказать, инструмента. Ну, вы сначала меня доздушите, пожалуйста. Именно вот работа рабочих групп, то есть она не публичная, публичная стратегическая сессия, но вот как раз обретение этой позиции, проявление и закрепление в практике, ведь эти группы, собираясь не сами по себе, они выполняли именно ту работу стратегирования. мы не писали стратегию, да, мы обеспечим это организационное такое металлогическое обеспечение. И именно вот эта линия работы рабочих групп, она, на ней закреплялась вот то обретенное умение и те позиции стратегические, которые были обретены на сессии. ответа не получил. Не получится диалога, но, может, вопрос не так. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Как быть в ситуации неопределенного будущего, с которым мы все время сегодня имеем дело? Возможно ли стратегирование, если мы имеем дело с современной социальной ситуацией, где вообще нет никакого развития, а где все неопределенное? Ну, если бы не было развития, наверное, жизнь прекратилась, это очень жесткое утверждение, а мы говорим о разных средствах работы с будущим. Да, действительно, оно неопределенное, оно не всегда неопределенное, но есть разные средства полагания и осмысления и в том числе этой неопределенности. В том числе и нерогические средства. Коллеги, я бы все-таки предложил выступающим переходить к замечаниям, потому что мне кажется, что формат вопросов вряд ли даст вам какие-то ответы. Хорошо, маленькое замечание. Да. Реплику можно сказать. Вы только сказали, что рабочие группы собирались не сами по себе, по всей видимости, собирали их вы. Вот тогда вопрос, кто вы? В том плане, что, это самый интересный вопрос, а что нового вы вообще-то предлагаете по сравнению с теми разработками, которые были давным-давно сделаны в России в плане территориально-отраслевого развития? И в той самой комичной ситуации, когда идею русских сапожек для дам сделали в России, подхватили ее и раскрутили на Западе, а после вернулись уже с пылью. Коллеги, не удаляйтесь. я как раз поясняю пример. Не надо приводить примеры. Примеры только затрудняют. Для наглядности. Не нужно. Все, я уже пошел. Вот возвращается с пылью западных дорог на российский рынок. Так, вопрос. Кто вы? Нет, не вопрос. Это деплику мы же идем, а не вопросами. Я понял. Ну а в чем дело? Перебиваем. Мы дольше разбираем. И в этом плане, почему вы не используете российскую методологию и терминологию, а используете те самые разработки этих самых, я в западнику могу сказать, которые по методике натаскивания вместо творческих подходов, которые были в России. Коллеги, я вам больше слова не дам. Сможно. Ну так вот, не дам просто. А из-за чего? Ну, я потом вам объясню. Если вам жизнь не объяснила, то я попробую компенсировать. кто вы, западники или российские разработчики? Во-во-во, понятно. Можете не отвечать. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Естественно, Любовь Дмитриевна. Ой, вопрос, ну как бы замечание такое, да? Вот где начинается институализация? Если вот мы возьмем о войне, клаузевец, да, тепловой работы, о полководце, дальше групповая психотерапия, дальше даже вообще курилка или там на кухне все воодушевления и радуются о том, что как это. Короче говоря, любые групповые уровни, которые бы мы не взяли, мы везде перечислим о том, что где начинается стратегия, лидер и так далее. Где институализация? Ну как бы я вот продолжу этот вопрос. Понимаете? Вторая попытка. Так. Слав, мы дадим им возможность подумать немножко. Понятно. Значит, тогда у меня следующее замечание, Вячеслав Марача. Я как научный руководитель той организации, которая является провайдером подобных стратегических сессий, вот, сидел и переживал, что вот вместо того, чтобы показать, какой есть классный автомобиль в Феррари, какой у него замечательный дизайн, как на нем круто можно ездить, нам рассказали там про устройство карбюратора, так сказать, и кучу разных предметных подробностей. Вот. А значит, мне кажется, что вот здесь можно было бы зафиксировать следующий момент. Если тот формат, который проводится командой, так сказать, поставить в гомологический ряд с другими ОДИ-образными форматами, то тут, ну, как бы, целый ряд интересных особенностей наблюдается. Ведь фактически вот в условиях там пространственно-временных, инфраструктурных и прочих ограничений, когда нельзя провести полноценную ОДИ, так сказать, команде пришлось прибегнуть к целому ряду изобретений. Там, значит, построили эту последовательность двухдневных стратегических сессий вместо игровых дней, приделали, так сказать, разного рода вспомогательной организованности, а потом степ-бай-степ сформировали, ну, по сути, так сказать, целую такую вот пространственную среду в городе, так сказать, которая, так сказать, позволила, ну, там, определенный тип коммуникации и, возможно, даже мышление воспроизводить в течение длительного времени. И дальше, собственно говоря, было бы полезно, ну, интересно, на мой взгляд, ответить на вопрос, а вот насколько новая форма решает те проблемы институционализации мышления, о которых говорила в предыдущем докладе Данилова, как о нерешенных форматах. Слава, вы формально правильно говорите, но я думаю, что вот таким темпом команда дойдет до ответов на этот вопрос через 10 лет. Но это все равно, что вы бы в 98-м году спросили команду, вот, которая выступала на первом калеквиуме, что они делают. Ну и какого рода ответ бы вы получили? У любого действия есть свой хронотоп. Теперь вы требуете уровня рефлексивности, наверное, ну, желательного, но малодостижимого в нашей сегодняшней ситуации. И я сейчас не характеризую только проблему команды. Потому что для этого надо проанализировать сдвиг социокультурной ситуации, надо проанализировать другие практики, а для этого надо с ними как минимум познакомиться, а для этого желательно, чтобы они еще имели желание себя экспонировать. Потому что мы знаем, в Эстонии мысли-то локи. Так на всякий случай больше миллиона человек поиграли. Утверждают, что на базе УДИ. Значит, есть еще масса таких ситуаций. Но мы не созрели ни для индивидуальной, но командной, ни тем более для коллективной рефлексии. Мне кажется, что вот этот вывод можно сделать. Я отчасти согласен, но может быть не столь глобально, но ведь решение определенных проблем, которые не решались посредством УДИ, оно ведь уже закладывалось сознательно при проектировании в этот формат. И хотя бы на уровне такой вот рефлексии, что получается, что не получается, уже можно было. Спасибо. Георгий, потом вопросы по интернету, потом ваш ответ. Да, Фанасьев, Георгий. Я хотел комментарий сделать про оценку той институциональной сдвижки, которая происходит в предмете вашей работы, именно в городском управлении и в представлении о городе. И мне кажется, что вот требования на sustainability, sustainability development сегодня являются таким кардинально важным для городской тематики, что, кстати, в методологической работе фиксируется в этом термине управление развитием, когда с момента введения этого термина вообще-то программы развития не пишутся или являются сокращением программ о другом, потому что развитие не является ценностно важным процессом после введения представления об управлении развитием. А международное сообщество до постановки этой тематики через устойчивое развитие, через sustainability пришло сейчас в основном к городской территориальной тематике, когда программы развития вообще уже не пишутся и нет ценности делать программы развития. Это один момент, который, мне кажется, важен с точки зрения оценки направленности. А второй комментарий, он состоит в формате работы. Я здесь вижу просто некоторый может быть диссонанс с теми практиками работы с городами, которые мне известны. Вытягивание всех позиций стратегов тоже является такой специфической практикой. Мне кажется, что сегодня самым главным дефицитом в этой работе с городами является отсутствие позиций среднего и нижнего уровня. В городах практически нет необходимого набора позиций, чтобы города существовали и воспроизводились. Никто не говорит уже о развитии. И я просто хочу завершить этот комментарий тем, что если говорить про институционализацию практики, мышления, работающие с городами сегодня, с территориями, то, наверное, нельзя не учитывать всю вот эту сдвижку, которая произошла в рамках задающих требования к этой работе. В частности, вот потому, что я сказал, два момента. Первое, это программы развития не пишутся, их нет в мире уже. Может быть, Россия последняя страна, которая пишет программы развития. Второе, это в позицию стратега никого не вытягивают. Это задача, чтобы все остались в своей позиции, но могли работать с городом. И это как бы тоже радикально другая техника организации коммуникации. Спасибо. Интернет, вопросы? Три маленьких фиксации и один вопрос. Первая фиксация от Филипповича. Проблемы институционализации и развития, это ключевая вообще проблема, она не рассматривается докладчиками. От Елены фиксация. Речь идет об обучении и стратегированию или чему-то еще, а методологическая работа отсутствует. И Дитковский Сергей. Трудно оставить проблему институционализации, не выпав предварительно из института. И Андрей Хуторской задает вопрос на понимание. Предполагает ли ваше толкование стратегирования диагностику объекта, в скобках, субъекта развития? Если да, то зависит ли и как от этого последующие этапы? Спасибо. Здесь немного частных вопросов и суждений. Наверное, можно будет в частном порядке ответить, а принципиально не сходу. Пожалуйста. Если вы говорите, что я хотел бы сначала ответить Афанасьеву, относительно того, что программа развития в мире не пишет хорошо или плохо, мы пока не очень, наверное, можем точно сказать. Программа устойчивого развития, если вы имеете в виду, что пишет программу устойчивого развития, вместо программ просто развития, но, наверное, это не есть то, что обязаны делать мы в России. Далее, поскольку все команды, разумеется, находятся на своем уровне развития, каждый из них движется в соответствии со своим внутренним темпом, и мы, отсчитывая ситуацию по России, видели, что практически ни в одном из городов и регионов нет документа, нету команды, которая могла бы работать слаженно и понимая вместе хотя бы приблизительно некий фокус, куда нужно двигаться, даже не называя это целью. И поэтому считали своей миссией заниматься именно этим планом, и никто из нас не размышлял в тот момент ни о какой не социализации. Это мы здесь вместе с вами об этом пытаемся рассуждать. А наша задача, как мы ее для себя ставили, попытаться сделать так, чтобы появилась живая команда, которая, осознавая город, встав в позицию определенную, как мы ее называем позиции стратега, смогла бы этот город удерживать так, чтобы не метались все время цели и не перекладывались деньги. То на эти цели, то на эти цели, постоянно никуда не двигаясь, закрывая только дыры, то есть заставив двигаться город куда-то в то пространство, в ту сторону, которая большинство людей признавало для себя целесообразной. Вот и все. Именно поэтому нужно столько стратегов, чтобы они сами сказали. Мы не написали ни одной строчки. Написали все эти люди. Поэтому мы только организовывали процесс. Поэтому нам нужны были стратегии, потому что не мы писали для них, а они сами для себя. Вот вам ответ, почему так? И самое главное, что с разработок стратегии это не закончилось. И те команды, которые сформировались и сами стали двигаться, именно они будут в значительной мере являться реализаторами целого ряда проектов. Да, если я дополню, еще буквально полминуты, что на следующем шаге будет организована такая городская стратегическая ассамблея, которая будет проходить два раза в год. И все эти команды постепенно перельются за счет расширения экспертного поля внутри каждой команды, оснастив себя дополнительными экспертами, которое уже произошло в декабре. И вот в апреле, наверное, будет уже такая городская стратегическая ассамблея, на которой они будут решать, вот то, что они поставили как некие дорожные карты про реализацию внутри каждого направления является ли актуальным. И как только они решат, что именно эти проекты, эти программы надо двигать, глава города совместно с пулом инвесторов будет решать вопрос о финансировании и разработке таких программ и запусках. Поэтому это серьезная глубокая практика перевода реальной действительности из одного положения в другое. Это не мыследеятельность, оторванная от реальности, это мыследеятельность, включенная в это и ведущая ее к определенному изменению. В этом плане мы не носители западных статистических Надо в какой-то момент остановиться. Спасибо большое, коллеги. На мой взгляд, На мой взгляд, Федор, выдвигайтесь, пожалуйста. На мой взгляд, многие из тех, кто сегодня осуществляет те или иные проекты и локальные работы по развитию, они находятся в очень похожем состоянии, поэтому я надеюсь, что каждый себя сам узнал в этом докладе и мы сможем через какое-то время провести более организованное обсуждение той проблематики, которая здесь сегодня была представлена. Единственное, чего я не понял, это может быть вдогонку докладчикам, почему они не нашли в себе оснований, сказать, что они создают институт местного самоуправления. Я, конечно, понимаю, что слово это сильно девальвировано, но от того, что оно сильно девальвировано, не значит, что оно плохое. Вполне может оказаться, что именно в этой зоне будет найдено место для того института, который возникнет, а не для той методики, с помощью которой это производится. Подумайте. Подумайте. Я еще раз говорю, понятно, что мы находимся в ситуации, где очень многие слова воспринимаются не по их фундаментальному смыслу, но это не мешает ими пользоваться. Пожалуйста, Федор. Добрый день. Тема моего доклада «Организационно-деятельностная игра и эксперимент как механизм антологизации». В своем докладе я ставлю цель целью моего доклада является провести сопоставительный анализ оргдеятельностной игры и эксперимента Галилея, именно Галилея, можно сказать, в редакции диалогов о двух главнейших системах мира и беседах математических доказательств. Как механизмов проблематизации и антологизации с тем, чтобы определить в чем место эксперимента в историческом процессе антологической работы, какие указания нам дает в вопросы и задачи институционализации оргдеятельностной игры, сдвинуться в описании эксперимента оргдеятельностной игры как технологии мышления и определить границы эксперимента и вызовы, с которыми сталкивается эксперимент, в ответ на который, собственно говоря, и приходит такой механизм как оргдеятельностная игра. У меня в докладе будут три части. Часть первая это понимание института и процессов институционализации, из которых я исхожу в этом анализе. Часть вторая небольшое восстановление, что, собственно говоря, сделал Галилей, что это за институт эксперимента. И третья часть это оргдеятельностная игра и можем или почему мы не можем сегодня говорить, что оргдеятельностная игра это институт мышления и в чем основные дефициты. Значит, в плане институционализации самое основное я считаю правильным исходить не из некоторого развитого понятия института, а из процесса институционализации. Прежде всего потому, что сама постановка задачи на институционализацию методологического мышления требует рассматривать институционализацию процессуально, то есть исходя из того, на какие, на решение, достижение каких целей, решение каких задач она направлена, каким кругом проблем порождается. Ну, в отличие, например, от исследования социологического, где институт берется как некоторая организованность, старшая форма выделяется и тому подобное. Значит, второе, я и скажу из того, что институционализацию, если ее погружать, вопрос об институционализации, если его погружать в контекст методологических проблематик и текстов, было бы правильно рассматривать, как в рамках темы и кооперация, оформляющая ее организованность. Потому что, с моей точки зрения, институт, это фактически всегда интерфейс между деятельностями, а в мыследеятельном смысле проекция разных мыследеятельностей друг на друга или проекция, например, мышления в деятельности, деятельности в мышлении. В этом смысле институционализация связана с задачей трансляции и воспроизводства организационных форм кооперации и взаимодействия между различными типами мыследеятельности. Соответственно, круг задач, которые решаются при институционализации, это трансляция и воспроизводство организационных форм кооперации, придание устойчивости к формам кооперации и взаимодействия и коммуникации, легитимация и закрепление используемых в кооперации средств, да, и определение доступа, собственно говоря, кто может легитимно и при каких условиях получать доступ к этим средствам. Вообще же, я считаю, что идея институционализации это с самого начала порождение европейского рационализма и европейской философии, в этом смысле за каждой процессом институционализации стоит некоторый круг идеализации или общественный идеал. В ядре любого процесса институционализации всегда есть некоторый круг проблем, на решение которых направлена эта институционализация. И вообще говоря, любой институт имеет некоторое свое, ну, в кавычках, внутреннее мышление, которое, собственно говоря, обеспечивает переходы между разными деятельностями. Ну, как, например, институт права имеет правовое мышление, да, и к нему обращаются разные деятельностные позиции в тот момент, когда нужно урегулировать или решить те или иные возникающие ситуации. Как есть экономическое мышление, и к нему прибегают разные профессиональные позиции в тот момент, когда работают на рынке и так далее. Значит, специфика институционации мышления соответственно связана с институционализацией мышления направлена на обеспечение устойчивой кооперации и взаимодействия между практиками мышления и различными мыследеятельностями. При этом ключевым здесь, с моей точки зрения, является претензия, то есть зачем мы, когда мы можем говорить об институте мышления или институционализации мышления? Тогда, когда есть претензия на универсальность мышления, то есть на то, чтобы не просто некоторое мышление, а мышление, которое применимо к самым разным, в пределе ко всем областям человеческой деятельности и практики, которое задает такой категориальный интеллектуальный аппарат, который позволяет, опираясь на него, выходить в совершенно разнородные области деятельности и действия. И, соответственно, круг проблем, которые связаны с институционализацией мышления, с этой точки зрения всегда связан с вопросом о каких-то дефицитах универсальности мышления в различных сферах практической деятельности. Отсюда я, собственно, начинаю рассматривать и сразу начну со схемы, что, собственно говоря, из себя представлял институт эксперимента с точки зрения процессов институционализации мышления. Ну, во-первых, в основе этого, в основе эксперимента лежал совершенно определенный круг проблем, связанных именно с вопросом об универсальности мышления, а именно разрыв между двумя эпистемами. Между эпистемой теологического мышления, которое выводило и выстраивало различные области научного для тех времен знания, исходя и опираясь на откровение, и эпистемой, связанной с опытными данными астрономических наблюдений, естествоиспытательства, проблемами математики и так далее, которое исходило из некоторого опыта, причем часто опыта либо наблюдения в некоторых, через некоторые создаваемые устройства или в некоторых условиях, либо опыта естествоиспытательства, никак не связанного при этом с тем, как это трактовалось в богословии, и фактически возникало два никак не связанных между собой корпуса знаний. В сущности эксперимента, изобретение эксперимента, когда я говорю, здесь, конечно, галилей надо понимать достаточно условно, поскольку это лишь некоторая узловая фигура, а круг этих вопросов обсуждался достаточно широким кругом авторов, в общем, был направлен на то, чтобы интегрировать в богословскую картину мира вот эти данные астрономических наблюдений, данные естествоиспытательства и восстановить этот универсализм. Для этого Галилей, собственно говоря, придумал, если угодно, изобрел соответствующее устройство, которое получает название эксперимент, и обеспечивающие его строймышлением. А именно, мы имеем две инстанции, вот здесь две фигурки нарисованы, они бы стали позициями, если бы я их детально разложил, тогда схема очень большая, по слоям дискуссий, когда, а именно, которые представлены здесь как дискуссии о явленной сущности, о механическом движении, о природе. Есть две инстанции антологических полаганий, одна из которых это аристотелевская физика и соответствующие учения о природе, и инстанция, которая вводит новые антологические полагания. Есть зона теологическая, богословская, в которой, собственно говоря, возникает на стыке естествоиспытательства и богословия, весь этот круг проблем и соответствующие разрывы в универсальности мышления. И есть целый слой предпосылок, который сложен к моменту написания диалогов, на которые опирается Галилей. Такие, как, например, понимание природы как божественного замысла, которые человеку доступно гнать в силу милости Творца. Или такой, как возможность для человека локально в специально созданных условиях воспроизвести божественный замысел. Вся суть эксперимента в появлении некоторой третьей инстанции, которая изображена у меня внизу, потому что спорящие сами по себе никогда ни к какому согласию прийти не могут в принципе, имея разные антологические основания. Они изменяют свои позиции за счет введения в конструкцию опытного действия, причем именно действия, то есть действия проводимого в специально созданных условиях соответствующих акту творения, то есть в пустоте. И на этой позиции фиксируется, оформляется и из одной ситуации обсуждение одних явлений к ситуации обсуждения других явлений транслируется опыт, который получается в опытном действии. И вот перед лицом этого опыта дискутирующие позиции вынуждены постоянно изменять, постоянно модифицировать свои аргументы, изменять свои позиции, а в общем некоторый трюк Галилеи состоит в том, что та мыслитель, интеллектуальная техника, которая пользуется аристотелевской физикой и перипатетикой, а именно созерцательные техники в сущности помещаются внутрь опытного действия и оказываются постоянно ее элементом при переходе к более общему обобщающему кругу представлений, который вводит Галилей. При этом для третьей инстанции все происходит в осях референции и конкуренции. То есть каждый из спорящих позиций пытается по слоям ведущейся дискуссии выстроить соответствующую конструкцию как этажерку. То есть понимание опытного действия, обсуждение того, что явлено в этом действии, как мы понимаем при этом механическое движение, как мы понимаем природу, соединить это вместе. И между ними происходит конкуренция и фактически только тот, кто оказался более обоснован, опытно обоснован, то и принимается в оперирование третьей инстанции оформления и трансляции желудки. Опыт у Галилеи является некоторой ключевой единицей и очень важной. Потому что во-первых, опыт это единица, через которую существует встреча сущим. То есть мы что-то именно через опыт можем что-то узнать о божественном замысле. Опыт всегда производится в специально созданных условиях, то есть в пустоте, в условиях соответствующих двум вещам. С одной стороны онтологической посылки о условиях творения, а с другой стороны требованию остановить весь предшествующий опыт. То есть требованием проблематизации, которая должна остановить весь предшествующий опыт и его переосмыслить. Наконец опыт у Галилеи оказывается воспроизводим, что в общем совершенно уникально для такой конструкции как опыт, который часто как правильно понимается как индивидуализированный или живущий на определенном ограниченном коллективе, неотделимый здесь за счет помещения опыта в искусственно-техническое действие, производимое в пустоте, опыт оказывается воспроизводим. И третье, Галилей строит такие конструкции мышления, как идеализации, которые позволяют имитировать опытное действие мышления. То есть на уровне идеализации изображающих механическое движение можно пройти опытное действие мышления. Есть даже точка зрения, что он и вообще никогда никаких реальных опытов в жизни не ставил. Значит, это приводит к тому, что опыт оказывается многослойный. Это не просто опыт, который, вот мы произвели действие, получили какой-то результат. Это всегда и опыт соответствующей идеализации, в котором нам либо удалось схватить в этой идеализации сущность, либо не удалось. это всегда опыт соответствующей антологизации. То есть мы либо смогли с таким образом понимаемой природы что-то сказать, либо нет. В результате возникает сложная многослойная конструкция опыта, который, собственно говоря, и становится для третьей позиции основной опорой, поскольку третья позиция, инстанция, это не рафинированный философ, и она опираться может исключительно на опытные данные. И только через это может участвовать в дискуссии. Проблематизация. Я здесь не соглашусь с Верой Леонидовной в ее небольшом кусочке про науку. С моей точки зрения Галилей создал механизм, который постоянно воспроизводит вот эту исходную проблематизацию, когда мы никогда не можем знать завершены ли наши построения по отношению к божественному замыслу, который вообще не говоря непостижим, милостью творца его дозволено знать, и как там повернулась мысль, мы никогда не знаем. А поэтому эксперимент каждый раз воспроизводит вот эту машину построения нового опыта, нечто данного в оперировании, по отношению к которому все предыдущие построения, весь предыдущий опыт может оказаться в проблемной ситуации. Пустота при этом играет двойную роль. Это и онтологические условия проведения правильно организованного опыта, через который возможна встреча с сущим. И одновременно с этим это принцип проблематизации, строящийся на отождествлении такой рефлексивной пустоты, пустоты, порождаемой проблематизацией рефлексии, остановкой действий предшествующего опыта. И пустоты, создаваемой физически, хотя времена Галилеи это еще не было торечей сфер, трубок и так далее. Тем не менее, принцип отождествления пустоты мысли и пустоты как физической пустоты является условием того, что мы можем в мыслительной имитации пройти опытное действие и в мыслительной имитации получить результат опытного действия, тем самым показав, что тот или иной опыт является онтологически необходимым, а не некоторой случайностью, которая произошла в каких-то условиях. Важный вопрос. Это еще один внешний контур по отношению к эксперименту. Это новый образ человека, который внес институт эксперимента. Конечно, у Галилеи мы этого не найдем. Это в дискуссиях того времени, которые велись единым пулом, в том числе дискуссии о свободе человека. Потому что эксперимент в общем решал вопросы спасений, считая, что постижение божественного замысла это и есть условие спасения. Использование божественного замысла для того, чтобы реализовать те потенции мира, которые милостью Творца не были им реализованы, оставлены человеком. Это есть путь к спасению. И за этим всем стояло практическое обоснование решения вопроса о предопределении. О том, что Господь своей милостью ограничил свое предвидение и тем самым предопределение, дав человеку и эту свободу он реализует через экспериментальные и далее инженерные и технические практики. Что стало результатом разворачивания вот такого механизма эксперимента? Основным кооперантом и пользователем результатов разворачивания в эксперименте мышления выступила инженерия. Опыт, который в эксперименте в диалогах Галилея обеспечивал и был транслятивен от одной ситуации или из одного круга явлений в другой и с опорой на него начинали изучаться и исследоваться все новые и новые явления, за счет этой транслятивности оказался, был перенесен и в другие сферы и тем самым опыт, получаемый в экспериментальных исследованиях, стал инструментом и оформленным знанием уже, собственно говоря, в инженерных практиках. Кооперация с теологией, на которую ориентировался Галилея, как в решении соответствующей проблемы универсальности мышления, не состоялась, поскольку исторически теология была вытеснена волной энтузиазма связанной с научно-техническим прогрессом и европейским гуманизмом, поставившим человечество на место Бога, предположив, что человек через овладение силами природы соразмерен Богом. И результатом развертанных экспериментальных исследований стало формирование деятельности, то есть второй природы, имеющей собственные механизмы воспроизводства и ассимилирующей первую природу в функции материала. Это связано с тем, что вообще говоря, эксперимент Галилея совершенно особым образом решал вопрос о соотношении естественного и искусственного, то есть о соотношении созданного человеком и природного, поскольку он всю природу поместил в искусственно-техническое действие как условие явленности божественного замысла, то есть сущности природы. В чем разрывы и дисфункции эксперимента как института мышления и механизма энтологизации? В первую очередь они связаны с утратой экспериментальным исследованием функции универсализации мышления. Это связано ровно с этими принципами пустоты и помещения в пустоту отдельного изучаемого фрагмента природы, например, только механического движения, только теплоты, только движения в жидкости, отрезая все остальное, что предпослало проявление предметных организованностей, предметно организованных деятельностей, специализации инженерии, по мере разворачивания экспериментальных исследований произошло разрушение методологического принципа тождественности пустоты мышления и природной пустоты, и, собственно говоря, это уже вся современная квантовая механика, отчасти астрофизика, что привело к тому, что природа перестала иметь онтологический статус, а стала объектом, который изучается в рамках плохо изъясненной и недостроенной онтологии. И третье это отказ от теологически предельной онтологии и слабость философии европейского гуманизма. Сначала физики переложили на политиков проблему ответственности, ну или свою ответственность за атомное оружие, теперь биологи и генетики делают то же самое по отношению к вопросу клонирования человека, и все дискуссии по биоэтике и клонированию человека это собственно говоря указания на уже возникшие дефициты в онтологической зоне и в зоне универсальной универсализации мышления вот этого созданного в 16 веке механизма. А что оргдеятельностная игра? Ну первое, что хочется сразу же сказать, что конечно же и методологическое мышление, и оргдеятельностная игра точно так же претендовали на статус универсального или универсализующего мышления. Начиная с тезиса о многопредметном, полипредметном, полипрофессиональном мышлении и организации полипредметного, полипрофессионального мышления в пространстве, создаваемом методологическим мышлением и заканчивая тем, что вообще говоря гипотеза об универсальности мышления является базовой практически во всем наборе схем и техник, которые используются в оргдеятельностной игре. В схеме знаний, в схеме мыследеятельности, в модели-конфигураторе и так далее. Каждый раз, имея дело со сложной многопозиционной структурой, мы полагаем универсальность мышления, полагаем существование объектов как пустых мест. И это можно сделать только в гипотезе универсальности мышления. Второе. И в эксперименте, и в оргдеятельностной игре имеется принцип мыслительной имитации. Да, в эксперименте мыслительной имитации и соответствующей конструкции интеллектуальной создавались для мыслительной имитации опытного действия. То есть даже не вообще действия, а очень специальным образом организованного действия. В оргдеятельностной игре принцип мыслительной имитации задавался по отношению к деятельности. То есть реальной деятельности в зале нет, она берется в мыслительной имитации. Реальная деятельность, если есть, то где-то за окном. При этом само требование мыслительной имитации немедленно выводило на задачу антологизации, объективации, используя их в игре представлений, потому что в противном случае под ними просто не оставалось никакой почвы. Нельзя было даже рассчитывать на то, что участники и худченки с ними согласятся. И третье, специфическое для оргдеятельностной игры восстановление нравственности, как принцип самоопределения и полноты ответственности, который звучит как принцип единства мыслей, словом и действия. Ну и четвертое, это абсолютная важность, то, что здесь упоминалось, то, что в оргдеятельностной игре коммуникация и действия участников всегда разворачивались на специальным образом восстанавливаемом социокультурном и историческом фоне. И в этом смысле становились имитации не просто деятельности и действий, а имитации исторического и социокультурного действия. Поэтому круг проблем, которые решало, я фактически это проговорил, оргдеятельностная игра, это утрата универсальности мышления, связанной с фрагментацией и специализации профессионализации деятельности. И при этом важно, что если в механизме эксперимента, замыкающем процесс антологизации, был контур опытного действия, то в оргдеятельностной игре это задается контуром управления, ну или всем комплексом работ по организации руководства управления, соответствующими позициями, с методологической задачей, интеллектуальной оснастки оргуправленческого мышления. И в этом смысле, этим слайдом я хочу сказать, что с этой точки зрения, с точки зрения вопроса задачи универсализации мышления и наличия некоторого круга проблем с этим связанных, оргдеятельностная игра имеет характеристики институционализации мышления. Проблематизация в оргдеятельностной игре. Значит, оргдеятельностная игра, как и эксперимент, создала собственный механизм проблематизации, но при этом есть одно принципиальное отличие. Если в эксперименте проблематизация фактически привносилась искусственно, как некоторая схематизация использования исходной базовой проблематизации, выраженной в принципе пустоты, то в оргдеятельностной игре всю проблематизацию приходится проходить и выстраивать каждый раз заново. Потому что она связана как с совокупностью участников, исходной ситуацией проявления игры. Если в эксперименте пустота обеспечивает остановку природного опыта мышления, то в оргдеятельностной игре пустота, создавая проблемы, рефлексивная пустота, создается для остановки второй природы и специализированного мышления, связанных в игру позиций. При этом важным, с моей точки зрения, является то, что хотя я говорю про деятельность, имея в виду, что социальный материал, втянутый в игру, трактовался и функционализировался как деятельностный, но при этом ситуация разворачивания игр, с моей точки зрения, для ситуации разворачивания игр существенна. То, что вообще говоря, в условиях, в которых конкретно практиковал московский методологический кружок, деятельности не было. Это пока, я здесь в этом смысле опираюсь и на работы Зиновьева, и на целый ряд других работ. Я обсуждаю это, что в Советском Союзе не было воспроизводства деятельности, было воспроизводство власти, были социальные отношения. И в этом смысле первой задачей оргдеятельностной игры было даже остановить не деятельность, а остановить социальное поведение. Для чего, собственно говоря, и вводился тезис о организации конфликтов и переводе коммунальных конфликтов в содержательные. И вводился совершенно соответствующий специальный контур работы. И из этого я могу сказать, что в чем, собственно говоря, суть этого механизма, ну как оно выстраивается в этом рассуждении. По сути дела, оргдеятельностная игра создавалась как механизм порождения деятельности и измышления. Когда нужно было в мыслительной имитации, в принципах позиционирования и ответственности восстановить на имеющемся, захваченном игрой социальный материал, деятельность и фактически ее спроектировать и сконструировать в мыслительной имитации. При этом проблематизация в оргдеятельностной игре строилась в двух векторах. А именно в векторе от разрывов и дисфункций деятельности к фиксации дефицита нормативной структуры деятельности и дефицита средств мышления, необходимых для преодоления этих разрывов, к фиксации недостаточности объектно-онтологических представлений. Я поясню на простом модельном примере из своей деятельности в Росатоме. Если к менеджеру, если менеджер ставит некоторый круг задач, ставит некоторые цели, он может столкнуться с тем, что они не достигнуты. В 95% случаев для этого ему достаточно просто вправить мозги исполнителя. В 5% случаев он может обнаружить, что это связано с техническими или технологическими вопросами, ему придется позвать инженера. Хотя перед тем, как позвать инженера, он еще взвесит, стоит ли вообще этим заниматься. Да, или гораздо лучше скорректировать свои цели и достигать другие цели. Если он все-таки позвал инженера, то он снова поставил перед ним цель. И через некоторое время инженер может к нему прийти и сказать, что инженерных решений нет, надо проводить научные исследования. Это никакая не проблема, это разрыв деятельности. Но он же снова взвесит. Стоит ли продолжать этим заниматься? И если он почему-то придет к выводу, что стоит, и у него есть ресурс времени и финансов, он закажет научные исследования. И если ему сильно повезет, и те, кому он заказал научные исследования, окажутся честными парнями, то через некоторое время они могут к нему прийти и сказать, знаешь, мы не можем провести это исследование. Даже науки такой нет, чтобы сделать, что ты смотришь. И вот это уже проблематизация. В том смысле, что в этот момент ситуация для менеджера развалится. В том смысле, что двигаться дальше уже невозможно никак. Но что фактически при этом происходит? Каждый раз взвешивая, не стоит ли ему сменить, скорректировать цели и задачи по отношению к какой-то группе разрывов, он фактически движется в восхождении к нормативной структуре деятельности и организационной формы ее организации. А движение по линии инженерии и наука указывает на дефицит объектно-онтологических представлений, моделей, теорий и так далее. То есть фактически средств мышления. И методологическое мышление в игре, собственно, и претендовало и отвечало за создание и удержание пространства, в котором можно удерживать такие замыкания, вот такие ситуации, которые для обычных профессиональных позиций, для обычных управленческих позиций просто не посильны, ввиду отсутствия всяких каких-либо средств для работы в них. И тезис о бург-деятельностной игре как практике методологического мышления указывает и на замыкающий контур, собственно говоря, этой проблематизации, о чем говорила Вера Леонидовна, а именно об обязательном наличии дефицита самих методологических средств для решения вот этой задачи. Соединение, замыкание в многопозиционной, многопрофессиональной коммуникации вот этих двух контуров, разрывов в зоне норм деятельности и форм организации деятельности, и разрывов в зоне форм организации мышления. По отношению к оргдеятельностной игре можно также выделить еще целый ряд характеристик, сближающих его с экспериментом и в то же время указывающих на такой институциональный потенциал. Орг-деятельностная игра как эксперимент искусственно-технического действия. Там есть оргпроект, она проектируется, она создается и управляется. При этом у оргдеятельностной игры, в отличие от эксперимента, есть производственный результативный контур. Там есть заказчик, там есть оргпроект, который обеспечивает выход на результат, там есть производственный результат. При этом это другое решение по сравнению с экспериментом вопроса соотношения естественного и искусственно, потому что естественный процесс здесь условия, ресурсы, ограничения действия, которые производятся на историческом фоне. И сам естественный процесс в конечном счете должен быть понят, ну или совокупность естественных процессов и ограничений ситуации участников должны быть подняты и поняты в исторических и социокультурных рамках. Гуманитарное измерение оргдеятельностной игры – это человек, обретающий свободу через реализующееся мышление, в деятельности мышления и принцип самоопределения, о котором, в общем, я уже раньше сказал. А почему все-таки нельзя считать или где та точка, в которой деятельностная игра не смогла дойти до того, чтобы стать институтом институционации мышления? Во-первых, здесь, на мою радость, облегчая мою участь докладчика, в общем, это уже даже в вопросах прозвучало. Не был решен вопрос об воспроизводящейся единице, воспроизводящейся и транслируемой единице, в которой участники оформляют, участники игры, самые разные, разнородные участники оформляют свою встречу с сущим, то есть с мышлением, реализующимся и порождающим деятельность. И в этом смысле не решен вопрос трансляции наиболее, я бы сказал, наиболее важного, что происходит на игре. Да, я и сам проводил игры, собственно, включался в методологию через игры, хотя, к сожалению, не Георгия Петровича, но между тем, и меня всегда поражал зазор между тем, что начинается после игры и тем, что происходит в игре. И, наконец, не сформирована устойчивая кооперация между рук деятельностной игрой и использующими результаты игры позиций. В том смысле, что вот редуцированные формы у нас прекрасно работают, мы имеем массу примеров того, когда те или иные редуцированные формы игры вписались в разные, не специфические для методологии мышления института, и вроде института консалтинга и так далее, а при этом устойчивая. И там реализуется наряду с большим количеством других подобных игрообразных форм. А рук деятельностная игра, мы не можем ответить на вопрос, кто, и в этом смысле это вопрос Николая Верховского, собственно говоря, кто пользователь и как мы с ним взаимодействуем в проведении рук деятельностных игр. И основной вывод, почему так происходит, с моей точки зрения, для запуска процесса института консалтинга не был решен вопрос об онтологии, который обеспечивает разворачивание мышления, действий, коммуникации в игре в условиях методологически организованной проблематизации, на фоне которой, собственно говоря, им можно было бы закрепить фундаментальные действия. А дальше мы все время попадаем в простую ситуацию. Слушайте, если у нас нет онтологического результата, и мы не можем его закрепить и зафиксировать в игре для всех участников, никто не будет тратить 7-9 дней на то, чтобы свой коллектив вывести на такое дело. Три дня? Ну да. И ограниченным составом. 7-9 дней? Да еще с таким погружением, с полным отрывом, с остановкой деятельности на предприятии или в компании. При этом, оговорюсь сразу, схема мыследеятельности является важнейшим результатом полученного деятельности на игре. Но представляется, что она выполняет в первую очередь урок деятельности на мыслительную функцию. То есть отвечая на вопрос, как должна быть организованная и выстроена коллективное мышление, коммуникация и складыванная кооперация в игре. И, наконец, вторая группа проблем, которую надо обозначить, это проблемы системного окружения, которые мы как раз мало здесь обсуждаем, но вообще-то имело бы смысл задать вопрос, а, собственно говоря, а такие управленцы, которые востребуют методологически организованное мышление, и вообще в состоянии работать в условиях проблематизации, они есть? Или, на самом деле, разворачивание и институционализацию деятельностной игры потребуют целого комплекса сопровождающих проектов, ну, собственно говоря, в которых эти кооперанты только и могут появиться. Потому что, ну, вот опять же, по моему опыту, для менеджера нет ничего более неприятного и чего бы он хотел избежать, чем проблематизация. Ну и последнее. Просто хочу напомнить, что у Георгия Петровича было требование об организации исследования игры непосредственно в хронотопе рук деятельностных игр. И мне представляется, что вот это требование указывает на то, что он прекрасно понимал эту проблему и эту необходимость этой онтологической работы. Ну, грубо говоря, потому что если бы у нас такая онтология была, то можно было бы исследовать следы игры. Мы же знаем, что там происходит, а не проводить исследования в самой игре. Спасибо, коллеги, вопросы. Вопросы, Владимир Маркович, вы идеально выбираете. То есть вы никогда не стоите больше, чем нужно. Вот. Но попадаете вовремя к микрофону. Я не вопрос, а одно как бы дополнение. Потому что вы сказали, что лучше сразу переводить. Мне вообще очень понравилось выступление, оно было содержательным. Единственное, мне кажется, непонятно все-таки, а почему инженерия. Я согласен, что там был процесс, связанный с выяснением универсальности реальности и синтеза двух типов знаний. Но мне кажется, что пропущено одно важное звено, без которое вообще нельзя понять, почему, собственно, это инженерия. А именно, дело в том, что в этот период ведь стояло два как бы требования. Вот одно, которое вы довольно хорошо разобрали, а второе требование связанное с владением природы, управлением природных процессов. Это очень важно. Причем это второе требование сразу было ориентацией на решение на основе математики. Тоже очень важно. И если говорить об эксперименте, то опять же, в эксперименте Галилеи как раз решались обе эти задачи. С одной стороны, действительно создавалась как бы универсальная новая реальность, порождалась самим Галилеем, как вторым богом, как говорил Кузанский. А с другой стороны, в эксперименте эта реальность Галилеем была представлена принципиально как механизм, причем особый механизм, смоделированный в математике. И за счет этого становился возможным расчет прогнозирования управления. Вот это звено, мне кажется, очень важное, и оно было пропущено. То есть, если мы говорим об этой реальности, то всегда вот это еще и проблема управления и подстроения реальности как механизма, представленного в математике. А в АДИ я заканчиваю, там тоже речь действительно шла об управлении, но совершенно в другом понимании. И здесь нужно как бы учитывать, что целое совершенно другое. Это действительно трансформация мышления участников, это развитие методологического мышления, это построение методологической практики и те вещи, которые вы назвали. Благодарю за внимание. — Ладно, да, пожалуйста. — Федор Олегович. — Ну, это вопрос. Потому что, ну, смотри, тебя можно как услышать. Это изъяснял позицию Галилея, ты сказал, что, но замысел-то теологический, ну, он укладывался в картину. В этом смысле, понимаешь, как эксперимента не было. Вот тебя можно услышать как по отношению к сюжету Галилея-теология, так по отношению к ситуации с АДИ. АДИ носит экспериментальный... — Вы слово эксперимент в данном случае употребляете в терминах, как у нас употребляют педагогический эксперимент, что ли? — А, вот смотрите, про это и вопрос. Потому что допустимо ли в АДИ проигрыш? Или это уже заведомо заложено... — Я вот только что сказал Фёдору, что, на мой взгляд, и Вадим Маркович, и вы не услышали главный тезис. — О! Ну, пусть он тогда и ответит на вопрос. В этой части эксперимент не носит вот этого поисково-рискового характера, а есть уже просто подтверждающая конструкция в этом смысле и не нуждается... — Почему подтверждающая-то? Потому что он сказал, что не надо было Галилею никакие шары кидать, потому что у него конструкция мыслительная была выстроена. Ну, ещё раз. — А почему не создающая? — Пётр Георгиевич, ну, в этом смысле, извините, противостояние такого идеализма и материализма, так подтверждение это внешнее требуется или достаточно просто, ну, обыграть за счёт набора идеальных конструкций и просто, ну, признать, ну, он согласился, и всё произошло. — Понимаешь, ведь что, к чему приводит антологизация? — Ну, к тому, что некоторое мыслительное оперирование, если ты в антологии, очевидно истинно. — Ну, ещё раз. Поэтому ты мне отвечаешь, никакого риска и никакого встречи с сущим, кроме... Нет. — Есть. — Нет. — Ну, и всё уже. — Спасибо. Да, Люба. — Значит, у меня замечание и вопрос, да? — Только в микрофон, пожалуйста. — Витёхтина Любовь Дмитриевна. Значит, замечание и вопрос. Первый вопрос — это вот то, что к антологическому статусу природы, когда вы говорили «одна природа, вторая природа», и механизмы разные, да? Или там вопрос стоял, да? Но помимо этого, хотел сказать, я тезисы читала, и меня удивила ясность изложения. Вот это спасибо, вот как бы за это. Поэтому хотел сослаться. Есть Павел Флоренский, да? Который говорил о том, что вторая природа возникает по антропологическому принципу. Телескоп, глаз, там, рука, там, и так далее, да? Мышление, там, компьютеры, прочее. Также есть Сорокин, который писал нам, ну, говорил о цивилизационных процессах. Я где говорил, что и Кондратьев, где 21 век, это будет век как бы продолжения антропологической духовности. Ну, как бы ссылаясь так же. Понимаете? И мой вопрос следующий. Так вот, механизмы, они всё-таки здесь какие? Они меняются и по какому принципу меняются, да? А если они не меняются, что является ли продолжением? Второе замечание, когда вы говорите о... Вы обещали вопрос. Вы сказали, есть вопрос, есть замечание. По механизму, вопрос задала по механизму, да. Да, замечание. Второе замечание, которое касается проблем дефицита универсальности мышления, когда практики в этом не нуждаются. Практики не нуждаются никогда в этом универсальном мышлении. И дальше возникает вопрос, когда они начинают нуждаться. Вот, может быть, тогда, когда возникает потребность в институализации, да? И тогда действительно волей-неволей они вынуждены с этим соглашаться и к этому обращаться. Или все-таки, если ставится вопрос, что должна быть обязательно, ну это универсальная, которая предлагается, то оно на каких основаниях и какой феномен заставляет нас об этом говорить. Стоп, стоп, все, точка, точка. Про Фомо Аквинато? Не надо. Ну не надо. Не переугрожайте оперативную память и пространство. Спасибо. Будете отвечать или дождетесь остального? Прошу вас тогда. Спасибо. Виталий Говоров, Московский энергетический институт. У меня сразу короткий вопрос. Из вашего доклада следует, что вы пытаетесь рассказать то, как мы мыслим? Вы? Нет. Вы, хорошо, не конкретно я, а вот, собственно, научное сообщество, каким образом оно мыслит? Ну да. Попытаться это как-то университет. Да. В виде, под видом рассказа про Галилея. Понятно. Но ведь, если опять-таки я правильно понимаю, Галилей описывал не то, как мы мыслим, а то, как мы последние несколько сотен лет договариваемся между собой. Нет? А именно как мыслим. Именно как мыслим. Нет. Это вы через некоторое время вместо ваших мыслей начали договариваться. Ну, я сейчас говорю про нынешнее состояние дела в научных сообществах. Ага, понятно. Понимаете, а Галилей, он не договаривался, он чуть на костер не взошел вообще-то, знаете, ради этого. Он предложил систему как-то. Хотя договориться ему предлагали. Но если бы он взошел, понимаешь, они были бы очень рады. Да. То есть это да. Но благо они же и написали на него донос. Ну, это как обычно. Бывает. Паша у вас? Правда, я не закончил. Ну, ладно. Ну, что поделаешь. Загидулин Жан, у меня вопрос. К той части последней, где вы присоединились, Федор, к тезису о том, что институализация металлогического мышления не состоялась. Ну, в форме ОДИ. Я хотел здесь уточнить вашу позицию. Вы считаете, что институциализация по принципу это такое дело, организуемое как натуральное хозяйство. Все, что нужно для существования этого института, мы должны создать из себя. Сейчас, Жан, ну только смотри. Важный акцент. Да. Сейчас, важный акцент. Федор сказал вроде бы то же самое, что Вера Леонидовна, но совсем в другой рамке. Потому что Вера Леонидовна считала основным и главным в методологическом мышлении проблематизацию. И в этом плане ставила акцент на слове методологическое. Что вот методологическое, в отличие от других неметодологических, оно взяло на себя эстафетную палочку проблематизации. А потом, погрузив проблематизацию в игры, не смогла создать условий для того, чтобы эта проблематизация воспроизводилась как институциональная структура. В связи с этим произошла, так сказать, деградация, уход в ОДИ-образные форматы и методологическое мышление и само оказалось неинституционализированным, и из игровых практик вытесненным. А Федор говорит совершенно другое. Он говорит, проблематизация нужна только для антологизации. Сама по себе проблематизация, ну я своими словами, не транслируется. А транслируется только антология. Поэтому если кто-то в мышлении, в мыслительной работе хочет институционализироваться, то надо только нацелиться на антологию. И ее, и механизм ее развития институционализировать. Поэтому эксперимент Галилея. Потому что эксперимент Галилея это не педагогическое экспериментирование на детях, а это способ создания и развития антологии. Теперь ОДИ, говорит Федор, имела такую претензию и могло бы пойти по этому пути, если бы не испугались те слова антология. И не начали играть в социальные компромиссы. Потому что тот, у кого есть антология, он бескомпромиссен. А человек обычно же не имеет антологии, ему же все равно. Стыкуются у него друг с другом мысль, действие и слово. Да и стыкуются, и фиг с ней. И вот здесь возникла, собственно, некая проблемная ситуация, которая, по мнению Федора, не позволила довести игру до конца. Ну, вот как раз к последнему куску я не совсем так точно понял Федора. А именно, что дело не в том, что испугались или не испугались, а в том, что не стали из себя создавать весь необходимый набор элементов для этого института. Включая управленцев или заказчиков на такое мышление. Но испуг – это же не психологическое переживание страха. Ну, понятно. Я тоже не про это. Ну, как бы. Я здесь хотел уточнить. Федор, ты за вторую попытку или за, что принципиально горизонт задачи должен быть сменен? Ну, не институтализация методологического мышления, а что-то другое. Вот. Понимаешь, я считаю, что еще первая попытка не закончилась. В смысле? Не все умерли? Нет, ну, слава богу, не все. Но, вообще-то, институционализация – это исторический процесс. Знаешь, с точки зрения исторического процесса, зигзаги, откаты назад – обычное дело. То есть, есть организационно-деятельностная игра. У нее, я утверждаю, есть потенциал институционализации. Для этого надо проделать определенную работу. Очень непростую. И, кстати, которая займет историческое время тоже. И вот, если ее проделывать, есть шанс на институционализацию. Моя позиция в том, что его нельзя выпускать. Спасибо. Да, давайте. Сейчас подождите, ребята. Интернет светает. Что? Вещь? Пусть спрашивают. Активный пользователь Филиппович задает такой вопрос. Связана ли необходимость поиска антологии мышления с необходимостью институционализации развития? Повторить? Нет, я записал. Все. Один вопрос всего? Ну, остальные, я думаю, не стоят. Тогда ответ «да». Прошу, Аркадий. Значит, у меня, значит, замечание и, так сказать, вопрос. Значит, замечание связано… Я возвращаюсь к тому, о чем говорила Данилова. Данилова о том, что, значит, в принципе, существуют области, где различные школы говорят совершенно разные вещи, но не удосуживают себя тем, чтобы как-то друг с другом считаться. Значит, в этом плане один из примеров этого, значит, он существует здесь. Где-то года два назад мы с Александром выяснили, что у нас взгляд на Галилея и прочее по тем же текстам совершенно разный. Вот, ну, вот это вот игнорирование, я просто хочу сказать, что как пример и все. Значит, теперь, то есть, да, в плане того, что Галилей производит, так сказать, вот антологизацию, так сказать, для физики, да, но совсем по-другому и другой контекст. Значит, но на второй вопрос, по сути, от Петра я получил ответ. То есть, у меня был вопрос, а зачем вообще здесь нужен был Галилей, когда говорили дальше про эти… Ну, не хватает только, я сказал уже Федору, не хватает для, ну, какой-то округлости его доклада двух вещей. Схемы ОДИ, выполненной в той же логике, что и схемы эксперимента Галилея. Я думаю, что там будут совершенно разные. Ну, подождите секунду, еще раз, я говорю в той же логике, а не в такой же схеме. Они, конечно, будут разные, у них будет разное, так сказать, наполнение. А второе, не хватает таблицы. А если будет параллелизм, что это даст? Ну, вы сможете к этому относиться, потому что сейчас вы не можете относиться, у вас как бы разновесные конструкции, у вас про Галилеевский эксперимент один тип, так сказать, суждений и детализации, а про ОДИ другой. То есть, есть гипотеза, что если сравнить, то что-то получится. В этом, конечно, гипотеза доклада, да. Поэтому продолжайте ваш заочный или очный разговор. Рустем. Рустем Аксулов. Несколько мелких замечаний и одно крупное. Только так, чтобы мы еще слышали. Или вы считаете, что раз они мелкие, то можно так говорить тихо, чтобы мы их не слышали, а слышно будет только про крупные. Не мельчайшие, надеюсь. Но я думаю, что все-таки была создана форма кооперации религии и новой европейской науки через протестантизм. Это точно, да. Второй момент. Все-таки я бы говорил о нетождественности методологической пустоты и природной пустоты. И, насколько я понимаю, Георгий Петрович всегда восстанавливал методологические основания Галилея и всех, кто занимался в истории методологической наукой. Методологическим мышлением, конструированием и так далее. Мне кажется, очень важный момент о принципиальном различии. То есть ОДИ – это несоразмерное. То есть оно показало, что проблемы, которые стоят, я сейчас не говорю про человеческий материал, есть ли деятельность или нет, несоразмерное сознание отдельному человеку. Поэтому и потребовались ОДИ, но в то же время сам принцип, то, что ОДИ все правы и неправы имеют позицию, ее нужно реконструировать. И без ОДИ это невозможно, с одной стороны, показать основание этой позиции, а с другой стороны, что они не могут решить ту или иную проблему. Вот это важный момент о несоразмерности. А с другой стороны, определенных… Вот я понял, что я плохо сказал, Липкин меня сбил. Если бы Федор нарисовал эту схему в той же логике ОДИ, то очень важно, что у него бы было в конкурентном поле, то есть какие онтологические картины конкурировали и не могли договориться. Ради сдвига коммуникации между ними, а что вводится в нижний ярус? Вы помните схему эксперимента по Галилею? Две конкурирующие антологии. Введение эксперимента как действие опытного, который сдвигает эту коммуникацию. Вот в этой логике, если бы он разобрал ОДИ, то разговор бы приобрел для вас другой характер. Потому что пока мы говорим, он нечто подразумевает и догадывается, а вы по ДДИ понимаете совсем другое. Я вот, собственно, сидел и я вот думал. У меня был один основной вопрос. Была ошибка ставить доклад Бочкаревой или нет между этими двумя докладами? Потому что вы же понимаете, я как бы на другим немножко думаю, чем вы. И вот сейчас я могу сказать, что нет, это была не ошибка. Потому что доклад Бочкарева отделил иной способ прочтения ОДИ, имеющий право на существование. Слушайте, ну мы все балуемся, значит, какими-то ОДИ-образными формами. И не только мы. Вы придите сейчас в какую-нибудь там энергетическую компанию, которая проходила кадровый ресерв РАО ЕС. Так они все там игры проводят, ё-моё. Это же элементарная вещь. Правильно ли я понял? Можно ли спросить? Провели рефлексию. Понимаете? Кстати, между прочим, интеллигентно выглядят пацаны. Только это не имеет к делу никакого отношения. Но в нашем сознании это тоже ОДИ. И поэтому что пытается сделать Федор? Он пытается сыграть на повышение. Он пытается сказать, не, ребята, это все не то. Вообще не про то. А то, что каждый из нас интериоризировал какой-то набор техник, игровых, коммуникационных и так далее. Это большое спасибо Георгию Петровичу. Он действительно сделал этот феномен почти массовым. Не совсем массовым. Это вот Верховский сделает совсем массовым. А почти массовым. И благодаря этому у нас появились некие постсоветские протоколы коммуникации. Но это не про ОДИ. А про ОДИ это про онтологизацию. Чего? Ну, дальше можно продолжать эту линию. Последнее замечание. Конечно. В плане эксперимента. Мне кажется, можно помыслить ОДИ как эксперимент по проверке и реализации рамочных онтологий, которые созданы были в ММК, и позволяющих слить к проблематизации. Спасибо, коллеги. Значит, смотрите. Наша ситуация выглядит так. Мы продлили время в этом зале до 8 часов. Поэтому у нас есть нормальные 3 часа для обсуждения третьего Калекова. Я приношу извинения. Но, знаете, там 15 минут, там 20 минут. И вот уже и набежало. Второе. Значит, на книжном развале я вам рекомендую две опции. Первое. Это журнал, который издают наши рижские коллеги. Называется «Rigas Lies» на русском языке. Я считаю, это один из лучших интеллектуальных журналов сегодня. В каждом номере есть одно интервью философа мирового класса. И одно интервью ученого мирового класса. Другого такого издания на русском языке я лично не знаю. И второе. Там есть та серия, которую я вот сейчас промотирую. Мне понравилось, как Христенко продал все хрестоматии. Но я вам хочу сказать. Мы издали 21 том русские философы второй половины 20 века. Мы сейчас готовим 39 томов, из которых 10 вышло. Русские философы первой половины века. Итого будет 60. Я вам хочу сказать одну вещь. Тиражи разные. Через некоторое время комплект в целом будет стоить бешеные деньги. Основной процесс будет обмен томами. Поэтому я вам, как старый книжник, просто искренне рекомендую. Пока еще мы не повысили цену в 10 раз. Я как раз вот думал после съезда, после чтения это сделать. 20 минут перерыв. Продолжение следует... Поехали.